Продолжение следует... Постите в инстаграме, покажите нам, как вы пьете ваш марокийский чаек. Между делом, ребят, у нас и правда заканчивается сезон, но оно двигается дальше, у нас идет плейтест до конца месяца еще, и после конца сезона, как всегда, традиционно у нас будет юрта ОНО, где мы обсудим весь сезон и что нас ждет в конце этого всего. И обещаем с маленькими нищаками еще вас порадовать в конце этого всего сезона. Кроме того, мы вас всех ждем на всех наших соцсетях и так далее. Но, ребят, у нас наша инициатива по Косте Хате уже почти добралась. И сегодня, как мы хорошо строили, все делали, никто не зная, пришли владельцы нашей студии. Текущей. Текущей. И сказали нам, что нам нужно съезжать. И я моргнул два раза. Он спросил такой, а как, ну, нам нужно съехать, они такие, с сентября. Я такой, а-а-а-а. Ну, короче, да, на самом деле до конца лета нужно все это закончить. Так что, ребят, если у вас есть возможность, помогайте в этой инициативе. Мы будем рады в этой игре, как и у многих наших, есть система доната. И увидим, что с этого всего будет. Потому что иначе придется вернуться на кухню. Ну, кому? А, Максу? Все, все. Придется вернуться к Максу на кухню. Да, очевидно. Ну, так вот. Меня вообще не было. Да, тебя вообще так что не было. Да и Макса не было. Тебя вообще не было. Это было так давно, что даже тебя еще не зачали. Это было очень давно. Но это были времена, когда еще существовали. Мне что, пять лет? Когда летали драконы. Когда волки ходили по земле. Ну, почти. В этом году будет. Когда боги ходили по земле. Это было время для высокой кухни. Это было время для высокой кухни. Так что, да, ребят, вот такая вот. Ну, как high? Ракурс-то был снизу. Ну, да, в нос. Мы были высоки. Лоу-китчин. Лоу-ноуз. Да. Да, ребятки. Кроме того, в... Блин, я что-то сбился. Что-то хотел очень умное сказать. Про студию. А, про студию. Да, я все-то сказал. В четверг у нас стримчик по Даше. Хата на Дашу. И завтра. Да, завтра. Невозможно. В среду. Завтра. Завтра, да. Восемь вечера. В шесть. В шесть вечера. В шесть вечера. В шесть. В восемнадцать в номер. Завтра будет анонс. Стоп, стоп, стоп. Анонс только завтра будет? Да, потому что мы еще не уверены, что мы можем это сделать. Хорошо, окей. Это нужно, чтобы мы, типа, такие, the power is within us. Мы попытаемся ворваться в другую лигу. Да. Окей. Окей, типа, пиккабу. Окей. Мы сделаем, знаешь, такой чувак, который живет, такой. Да. Мы не уйдем. Это, кстати, с этого. Это, кстати, с Кутас Вариной. Короче, это бухонский боевик. Так что завтра, да, может, будет интересный такой новый какой-то стримчик. Посмотрим, как это будет. А пока Дарья. Итак, дорогие мои, прекрасные товарищи. Привы очки. Из будущего. Очки из будущего. Очки из будущего. Я не был готов. Давай. Что-нибудь. Давай. Что? Давай. Кто? Виталик. А какую-то музыку надо? Надо музыку. АКПЛ. Киперпанк. Музыка из будущего. Нет, нет. Не важно, что. Киперпанк. Как будет звучать музыка в будущем? Ребята, в будущем. Здравствуйте. У меня очень важное для вас сообщение. Если ваша кнопка красная, подписаться кнопка, она вот такая. Если такая, это очень плохо. Пожалуйста, быстро сделайте ее серой. Серой это как вот эта часть моей рубашки. И как вот шрифт у Саши. Обязательно проконтролируйте этот момент. Обязательно напишите нам в комментариях, что вообще вы думаете по поводу вот этого вот всего. И не вот этого. Вообще, напишите нам обязательно. Обязательно поставьте лайк. Потому что... Танецкий рэп. Танецкий. А. Потому что если вам нравится этот контент, почему бы и не поставить лайк? Ну и конечно же, ударьте в колокол. У нас еще для вас очень-очень-очень много важного контента. И вам ни в коем случае нельзя его пропускать. Витя, запускай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 острову. Знаете, может на острове начинают венеться люди, начинаются какие-то огнища загораться, куда бросают множество благовоний и идут огромные столбы дыма начинают появляться во множественных местах этого маленького островка. И вы знаешь, может быть, подойти хотел поближе к Кофу. Я его видел, его глаз. Может быть, я приблизительно понимаю, где он должен быть, этот глаз его. Хотел попробовать это выглядеть так, чтобы увидеть этот глаз. Может быть, встретиться с ним, если это возможно, изо рта вообще. Ну, если открытая челюсть. Ну, если возможно, тогда как-то выстанется. Если нет, то, знаешь, может быть так, просто наружу него. Кто ты? У тебя есть имя? Молчание. Молчание. Легкий шепот, который проходит в тебе в голове. Я хранитель. Хранитель, хранитель. Хранитель спирали. Спирали, спирали, спирали. Меня называют Толог. Я, знаешь, я, может быть, даже не вслух пытаюсь подумать и понять, есть ли у меня какой-то ответ после того, что я подумаю. Я хотел подумать на самом деле, что ты будешь делать дальше. Как и всегда, ждать возвращения вас. И это уже было так же? Я жду, пока спираль вновь возродится. Это мой долг. А вас, Марху? Сколько тебе лет? Знаешь, для нас, таких, как я, это не важно. А сколько раз спирали останавливались? Ты любопытный. Я видел лишь одну, не зная, что в других. А эта спираль много раз останавливалась? Ты знаешь, плывет медленно. А на Хурск, который слышит и смотрит. Да, он тоже. Да, знаешь, он где-то смотрит, может, на вас видит. Я до сих пор не очень понимаю, как вы выжили. Вы бы слышали, что он спрашивает, господин. Может, и лучше, что наши спирали пали. Может, мы все были такие? Любопытные. Недалекие. Он тебе отвечает. Спирали никогда не пали. Они лишь спят. Вы начинаете видеть людей, которые голые танцуют вокруг, сбросив свои мокрые мантии вокруг нескольких костров, приближаясь ближе к острову. Так, ну ладно, и что дальше? Кажется, мы выполнили свою часть сделки. Надо найти Су-карту, чтобы выбраться из этого измерения и попасть в дожар. И это... Это все? То есть... Мы... Мы действительно все сделали, что нужно? Ну... Черную жижу мы сожгли. А на хором мы спасли. И еще есть какая-то непонятная дрянь. Поднимаю черную какую-то тряпку. В целом все. Даже больше. Кажется, для разнообразия ты прав. Мы все сделали. Барбан тоже, как знаешь, берет тебя так за шею, смотрит сюда. Видишь, взяли меня и сразу... Как-то... Победой пахнет пепел. Ну, внизу пахло другим, ну да, ты прав. А, нет, так пахнет Победой точно. Ну ладно, тогда... Так, а он знает, когда нужно остановиться, Мэдверлай, ближе, ближе к этому острову. Он останавливается. В какой-то момент и прямо он останавливается. Знаешь, когда большой, огромный зуб касается... Касается какой-то... Части пристани. Все люди, знаешь... Знаешь, замирают. Семеро из вас. Да. Если можно, я еще, знаешь, перед... Хотел бы вопрос задать. Конечно. Я бы хотел у него спросить еще. Знаешь ли ты, что было внутри ядра? Кто? Или кто? Откуда мне знать такое? Я лишь хранитель. Мне такое не видно. И это ядро теперь будет вечно на дне? Не мне это решать. Мне лишь охранять. Ты знаешь, может, говоришь ему, как уже стал. Да, да. Он, знаешь, медленно начинает отплывать, как вы смотрите на эту огромную существо, которого даже, знаете, за горизонт не видно, где его хвост заканчивается. Как он медленно начинает опускаться в воду. Расскажешь, кому-то не поверят. Но, кажется, вон те уже уверовали. Люди, которые стоят с круглыми глазами на этом острове, не верят, что происходит. Как такое возможно? Явился только что хранитель глубин. Долог тому, кому они поклоняются. Олицетворение того, что является этим маленьким миром. На веки века на маленьких островов контрабандистов запомнят семерых, которые вышли из глубин. Из пасти. Из пасти самого Туллога. Что происходит следующее? Это, наверное, для вас забытое и странное. Водоворот эмоций людей и поздравлений. Некоторые люди обнимают, некоторые люди плачут. В какой-то момент вы видите, как кофу поднимают на руки и уносят куда-то. А, ребят? Да. А ты? Так, эту ткань не трогайте, она мне нравится. Когда ее внесли? А, нет, не выглядит там жидко. Старин! Кто-то предлагает выпивку. Тебе подходят яры и начинают наливать совсем тебе незнакомый человек огромную чашу и смотрят на тебя. Вы нас спасли. Вы тут через край перелили. Пей, пожалуйста. Спасибо. Это старик, одного зуба нету, глаз один забелевший. Это лучшее, что у меня есть, пожалуйста. Спасибо. Знаешь, испиваю чуть-чуть. Начинается этот водоворот. Водоворот людей. Иногда вы видите кого-то из команды Сухарту. А на хур, который иногда с краю смотрит, улыбается. Видите, время от времени, за полотого дня, где-то Сухарту, где-то наблюдающий, и как будто, знаешь, он знал, что вы вернетесь. Как будто он даже и не волновался особо. А то есть его Ливиафан тут же где-то находится? Его Мастодон большой, да. Да, да, да. Да, так мы же на том же острове, где его... А, да, да. Мы не на центральном острове. Все, все, все. Я думал, что другое какое-то острове. Проходит ровно три дня с празднований, которые происходят в чертогах этого маленького кармача. За эти три дня вы медленно двигаетесь до центрального острова Ищиак. До того, дорогие огни, хотели бы вы что-то сделать, чем-то заняться, именно специфичным. Или мы перейдем к самому главному. Как в тот же вечер, как вы прибываете, вас вызывает Ланджата, главная жрица глубины. Какая обо, которая стоит посредине этого измерения. Наверное, пока мы плывем, Кофу уцепилась в эту черную материю, которую достал Абрекс из коробки. И, может быть, знаешь, в один из дней она с мастодонта Сухарта, может быть, пошла бы на чигабигу сверху и... Эй, где там? Наверное, как он, все это... Ну, первый день, наверное, он просто... Ну, обычно в свободное время он тренируется, да? А первый день после этого, ну, момента, когда мы выбрались наверх, он просто на каком-то гамаке вот так вот лежал просто целый день и смотрел в небо просто-напросто. Я понял. И... Да, да. Вот. Да. Слушай, а знаешь, может быть, ты с тормашками лежишь к Пафу как раз вверх тормашками и такая подходит. Ничего не напоминает? Я хочу понять, может быть, эту ткань, может быть, если там эти глаза, они там сейчас есть или нет? Нет, конечно. О, нет? Окей, тогда просто. Одежду? У меня есть странное чувство насчет этого. Пройдешься? Раскачиваю гамак и вываливаю с него просто становлюсь над на палубу. Куда? Что? Зачем? Не знаю зачем. Я пыталась с этим разобраться, в общем, полтора дня. Я не уверена, получилось ли у меня. Ты не умеешь одевать на себя плащ? Я умею надевать на себя плащ, но мне почему-то кажется, что... Его подшить нужно, он слишком длинный. В чем дело? От него... Ты запуталась в нем? От него несет эсхай. Не знаю. От тебя тоже несет. Пошли. Я бы хотела настроиться на этот предмет и, наверное, просто выйти на эту палубу, нашу верхнюю палубу Чига Биги, стать рядом с пеплом и попытаться именно надеть на себя эту мантию и просто встать, наверное. Эта мантия у меня где-то волочится за мной, как за маленькой девочкой, которая играет волшебника, но неважно. И... Так. Когда она одевает... Студим, знаешь, просто перед ней и кинжал, знаешь, на ладони. Держу. Долго еще. Ты... Когда она одевает этот плащ, он медленно начинает как будто заползать, знаешь, приспосабливаться к телу. Ты посмотри. И в какой-то момент ты слепнешь от просто света, который как будто заливает твой разум полностью. Как будто в тебя выстрелило солнце в одну секунду. Ты видишь, как на плаще начинают появляться маленькие глаза, которые открываются, открываются, открываются... Я же подхожу поближе к плащу и заглядываю в эти глаза. Глаза все как будто копии глаза Кофу. Такого же цвета, только их много, много. По всему плащу. Касаюсь пальцем одного глаза. Это больно. Что делаешь? Ты меня видишь? Зачем ты мне в глаз вкнул? Это... Это странно. Ты прям видишь пепло, хоть он стоит со спины. Как ты... Вот какой-то, знаешь, кругозор начинает, как уля, знаешь, повсюду, вот как камеры в голове включились. Я... Так, знаешь, я разворачиваюсь к пяплу лицом, как выглядят мои глаза. Точно так же, хорошо все. И им я тоже вижу. Да, конечно. Так... Подожди, подожди, я обхожу ее, знаешь, со спины опять. А теперь ты ты меня видишь. а потом они так... Да, я тебя вижу. А ну, покажи мне что-нибудь. Ты хоть делай как? Не знаю, сколько я показываю? Три. Ладно. Хорошо. А теперь? Ну, ты за своей спиной показываешь. Ага, значит, это не так работает. Хотя, 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 работает мне это так. Не, я не работаю. Трусать. Понятно. Хорошо. И все-таки оно, знаешь, приближается, может опять пальцем. Все-таки хочу проверить. Ау. Ладно. Да, забавно. А, это удобно видеть. Все. И, вообще, достаточно много вижу. Можно даже не двигаться. И я все равно все вижу. Я тоже не двигаюсь обычно, когда вижу что-то. Когда, знаешь, чуть-чуть тучи отходит, больше солнца, оно начинает, чуть-чуть, знаешь, когда ощуришься. Только ты чувствуешь, что ты сейчас не двумя глазами, а может всеми отношения. Ай, солнце. Так прикрой глаза. Да я это и делаю. Знаешь, весь плащ такой, типа, который, как этот, интроверт, который вышел на улицу. Скукоженный. Ну, ладно. Интересно. А можно я что-то попробую? Э, что? Ну, часть моей магии, пепел, работает со светом. Я все еще не понимаю. Нужно удостовериться, что я все еще могу пользоваться, пользоваться, свою магию, и этому плащу ничего не будет. Я не знаю, как это работает, но, судя по всему, солнце ему не нравится. И? Э, мы можем с тобой потренироваться, а ты не будешь двигаться? Это не называется тренировкой. Ну, ладно, можешь двигаться. Ну, ладно, и что мне делать? Танцевать, что ли? Что ты хочешь тренировать? Я не понимаю, ты хочешь драться на копьях, метание ножей, что? Нет, пепел. Так, сейчас проси, если что, хорошо? Что ты хочешь? Я просто хочу, чтобы ты сиял. И я просто заговор в слово, силы, сияния, хочу попробовать. У тебя начинает гореть часть плаща. Знаешь, как только начинает гореть часть плаща, пепел рефлекторно вздракивает и дает подзатыльник. Ком. Пух. Как горящий, значит, свет подходит, перед тем, как подзатыльник летит, ты уже слепая полностью, уже никогда не видишь. И просто ослепленная. Я ничего не вижу. Что это было? Что зачем это было? Я ничего не вижу. Яр, ты идешь по палубе малыша и в какой-то момент видишь, что горит пепел и по палубе лежит Кофу и ее плащ на голову напала и она просто вырубленная валяется недалеко, значит, от края палубы. Вот ты приходишь на эту вот сцену. Яр, значит, с какой-то выпивкой стоит такой вам не кусило битв? Ну, а вы же плащ был. Она его подожгла. Сороклунника стоил. Я ничего не вижу. На вои я ничего не вижу. Сарим, ты это слышишь? Подруга в беде. Что у вас тут происходит? Она меня подожгла. Я ничего не вижу. Кофу поджигает себе. Что это на ней? Я подбегаю, знаешь, пытаюсь сдернуть. Ты на нее забросил. Попадаешь в один из глаз. Она начинает снижать. Абрахс, ты слышишь этот вой? Там говорит, что? Кто? Меня зажгли. Вы что, не дрались? Весь этот, весь этот, ваканалия какая-то происходит? Некоторые люди уже начинают смотреть. Смотрю, смотрю. Что это за черная тряпка на ней? Она надела на себя черную тряпку и подожгла меня. Не трогайте мою черную тряпку. Она не за что за что поджигать. Осторожней. Нет, 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 нет. Мой глаз, мой глаз, отпусти мой глаз, Сарим. Вопрос. Я уже вижу. Ничего нет. Там минута ослепленная. Я даже если вижу, что Сарим пытается стянуть, я хочу подойти. Это, я достал ее из той черной, не черной, коробки той, мархорской. Помнишь? Это, это плащ. Это, ну, ты понимаешь. Безопасно. Кто ей вообще дал этот предмет? Мне дал его Абракс. Она же как ребенок. Абракс. Он же как ребенок. Кто ему дал эту коробку? Смотри, смотри. Я, знаешь, я держу этот топор по руке себе. А у меня плавится рукоятка. Ты просто рукоятки уешь по руке. Что это за топор? Я не знаю, но хочешь, на тебе проверим? Подожди. Слышишь? Он бесполезный. На. Но я не знаю, работает ли он так с тобой. Выглядит острым. Я бы не стал проверять. Вы что, все собрались на мне это проверять? Ударь его, я не знаю. А ну, усарим, попробуй. А что вы проверяете? Топор. Я, знаешь, там, беру волосок, вырываю весь волосок и так, чумно, тюнь. Кажется, нострый, быть осторожен. Может, ты не той стороной его держишь, я не знаю. Усарим держит той же. А какой топор-то? Да сними ты ее! Да что, сними! Ну, а хотя, могу ли я просто? Конечно, может, ругает. Два глаза зато работают. Так, мое заключение следующее, с моими заклинаниями оно не очень работает. Аккуратно надо быть при дистанции, скажем так. то есть именно дистанции. Там просто вроде дневной свет и... Пять футов. Да, ага, окей. Just for fun. Что вы тут устроили? Я пыталась протестировать новый плащ. А теперь тебе лучше научиться шить, потому что ты сожгла мне плечо на этом плаще. Или купить ему новый плащ? Нет, хочешь, я сплету тебе там узорчик? Или будем таскать этот плащ? Я не хочу узорчик, нет, ты зашьешь мне этот плащ. Ты уверен, что она умеет шить? Нет, ну лучше научиться. Но вязать умеет точно. Я, я плести умею. Так ты хочешь носки или плащ? Я хочу плащ. Ну, хочешь, я тебе туда узлы завяжу? Ага, я просто ухожу. Оставь мне свой плащ, я его починю пепел. Я снимаю, вешаю просто, знаешь, на какую-то висюльку. Сарин, Сарин, знаешь, Кофу скачет, я не могу его снять. Я все починю. Знаешь, когда Кофу снимают плащ, я так, может быть, что, смотрю на нее, сижу немножко, знаешь, Кофу, а твои узлы действительно работают. Тогда внизу твой узел, он же, он как-то привел тебя в порядок. Да, спасибо, что не забыл о нем. Возможно, нам стоит найти больше шелка, и я нивожу больше узлов. Кажется, у меня осталось еще немного, и я могу, как думаешь, если я починю этими узлами накидку пепла и сделаю что-то с ней? то ему будет задувать. Но зато здесь будет магия. Ну, я не уверен, как это работает. На, мы можем что-то придумать. Там было еще пару интересных вещей, Абракс, что еще тут достаточно? А, жидкий топор. Это жидкий топор. А почему он жидкий? А ну, а ну, ударь меня. Нет, держи сама, я не хочу. Так он, так он, так он... Реально, падает мне сейчас. Так. И топор, наверное, в палубу. Нет, он не особо жидкий. Стой, нет, я сама, отстань. А еще, знаешь, так на пальце кольцо держу. Вот это вот, не знаю, но оно красивое. Это просто кольцо? Наверное. Я не знаю. Но он обладает магией. Может быть. Может, у него даже есть глаза, качаются в этом гамаке. Попробуй посмотреть через него. Взял, пожалуйста, проверку внимательности. Или оно жидкое, ну или еще какое-нибудь бесполезное свойство. 26. Через это кольцо невероятно отображаются волны. Через него даже красиво смотреть. Постой, оно красивое. Абракса, может, ты его как-то специфически... Получается, тот сундук из такого же металла, как и этот топор. Да, да. Смотри, странная вещь. Двери были похожие. Или стены, что бы это ни было. То, через что мы проходили. Да. Я никогда такого не видел. Но почему? Точно! Двери же работали только, когда ты их касался. То есть, только, когда маркор касается топора, металл становится жидким. Если, ну, в общем... То есть, если он будет что-то бить этим топором, он всегда будет жидким? Или в чем дело? Я не понимаю. В чем смысл этого топора? Но ведь я его держу за древко, а не за... На древке другое что-то. Знаешь, Клофф пытается достать, я пальцем хочу притронуться. И знаешь, может, у меня руки проходят сквозь этот топор, да? Так. Очень странный топор. Но... Но главное, не касаясь и лезвия. Или... А что если... Ну... Может, ты... Так вот только лезвие стает жидким. Нет, ну можно, например, сделать его жидким, поставить к человеку, отпустить пальчик в его ног. ЩИЛИНК! Вы можете что угодно, ребята! Давай не будем пробовать. Давай попробуем! Что? Так, пошел я отсюда, наверное. У меня есть идея! Пойду погуляю, я вспомнил, у меня есть очень важное дело. Зум. Да, наверное, нужно поиграть в города, саре. И в городах. Научи меня. Индикдар! Смотрю на кофу, и я... Что? Да, я остался, что они... Индикдар! Ра-ра-ра... стоишь тут со своим напитком, и двое из твоих компаньонов прям, знаешь, переводят взгляд на тебя. Ага. Ну так, что? Если есть тут такой сундук, может, где-то на этих островах еще есть несколько? Нет, я к чему? Нет, я не про то. У нас, кажется, где-то был один гнилой топчан, который мы все собирались выкинуть. Давайте попробуем на нем какие-то трюки с этим топором. Мне кажется, его можно использовать очень креативно. Вы что, собрались рубить топчан? Ну, да. Я же на него напраслю. Ты тоже на нем спешил? Он же уже сгнил пепел. Он удобный. Да. Я его еще отремонтирую. Оставьте топчан. Он хорошо держит форму. Ну, как? Если в нем долго лежать, он принимает твою форму. Да там уже пролежни. Это моя форма, а не пролежни. Сейчас, давай попробуем так. Я немножко веревки отматываю. Пальцем в топор. Веревку в жидкий топор. И вытаскиваю. Ты можешь делать его жидким, подходить вплотную, а потом запускать. Интересно, насколько сильные вещи он может разрубить. Что если даже камень так можно сломать? Мы далеко от острова. Далеко он в воде. Мы когда мы приплывем к тому острову, разрубим какой-нибудь камень. Главное не оба. Кого? Остров, например, попробуйте разрубить. Да зачем остров? Мы, наверное, слушаем это где-то уже в отдалении. Как ты думаешь, как скоро они его сломают? Не знаю. Акребалка. Абракса, у меня есть много глаз. Я понял. Хорошо. Пока вы двигаетесь в один из вечеров между двумя островами, которые вы останавливаетесь медленно, начинаете, знаете, может, осматриваться, привыкать обратно к этой дороге. В один из вечеров вы сидите вместе с Сухартой, который зовет вас на чай. в один из вечеров. Наш попивает чай. Знаете, она хур много не говорит. Он такой неболтливый. Расскажите мне, что вы там видели? Было там что-то интересное? Стоит ли туда еще нырять? Куча мертвых тел, смерть, вода. Место гиблое. Не было ничего интересного. Сухар, посмотри. Ты знаешь, как допоры по руке снова бьют. Все интересное мы забрали. Да. Дай. Не. Стоит. Нет, 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 нет. А что? Это работает только на нем. Ты себе руку отрубишь. А, ну ладно. интересного там было много, но скорее непонятного. Вы узнали, почему источник магии выключается? Вы увидели, что там происходит? Так смотрят медленно на нас. мы, кстати, с жижей разобрались. С этой, с черной. Скинный обман. Это не обман. Мы же разобрались с черной. Правда, она перевела тему. Косик. Помнишь, из-за которой эти черные, ну, то есть, рыцари глубин, в них черные вены были? Мы подожгли источник, и оно, в общем, вся трава сгорела. Держит приглашение от ланджары. Да, мы в курсе. Мы же... Мы совсем... Вот, и это было очень жутко, там какое-то создание, и оно все растекалось по всему озеру. Или кинь просто в пьюр харизму, или на обман, как хочешь. Я хочу помочь. Давай. Вполне возможно, что, может, это и отключало магию. Мы не уверены, но ничего более такого мы не видели. Хорошо? Да нет, шо хоррит, не шо хоррит. А нет, нет. И кто? Твое, ведь у меня есть перебросы. О! А это без преимуществ. Ты просто один кубик бросаешь, сейчас. ну, да, думай. Ну, давай зеленый. Нет, розовый. Не знаю. Что ж, три! О! Ну, я сказала правду, но он не забыл, о чем он говорит. Он смотрит. Да, про Жижу я слышал уже. А насчет магии? Он, знаешь, он чуть-чуть начинает осматриваться всех вас, как будто начнет чутка читать, пробует читать лица. Скажем так, у нас было очень мало времени. Мы не успели разобраться, как это работает. Они, ну, мархоры. Смотрю на Абракса. они создавали какие-то непостижимые механизмы. И вся спираль, вся спираль это один огромный непостижимый механизм. И мы нашли место, где магии, магии не было вообще, но отчего это происходит и почему мы так и не поняли. я думаю, нужны годы, чтобы разобраться, как это работает. Китина обмандрающая. Как один из вас, кто хочет. А магия тут стала, типа, работать более, она точно так же осталась? Ее сложно здесь Хаотичная, да. Хаотичная. Или ничего не поменялось? То, что оно утонуло, все дальше, это не как бы, ну, типа, ядро. Это ядро, а... Вы же чувачка оставили там? А эта штука осталась, где-то там не была. Там же ничего с ним ничего не произошло. 12. 12. На самом деле, мы как бы особо не врял, потому что... Мы там пробегали мимо. Не врял. Он говорит, хорошо. Может, когда-нибудь, кто-то, на немы. После главного острова отплываем и пару дней, и мы в городе Искателей, в Даджаре. Оттуда город, который стоит на... прямо на границе Хурхона и Нечейных болот. Угу. Было бы неплохо уже подальше от воды оказаться. Мы уже на пути. Да. Совсем-совсем. Оттуда хотелось бы тронуться по югу Хурхона до ворот. А сколько глубоко мы будем заходить в Хурхон? По южной гряде хотелось бы пройтись особо не втрагиваться в... в земли окребалка. Если она Хур не врет и... и прям знает тропу, как он пришел отсюда, оттуда, значит, нам нужно будет затронуть совсем маленький кусок Хурхона. А что же ты все-таки ищешь за вратами? Каждый ищет свое. Кто-то славу, кто-то деньги, кто-то ответы. Я ищу одно из этого. Как-то инстинкно? Смотрит долго на тебя. Как и мы все тут, не правда ли? Опасна ли та местность Хурхона, через которую мы будем проходить? Он смотрит на двоих худлинов. Спрашивает, что опасно ли в Хурхоне, это точно так же, как спросить, опасно ли бежать через горящий лес. Хурхон, это место, я думаю, твои друзья больше расскажут о нем, чем я. Я все-таки чужак. но если не будем забирать слишком в сторону южных гор, может быть не встретим саров, которые обитают на юге. Думаю, даже он не хочет их видеть. Правильно я помню? Да, да, на самом юге живут эти дикие вдоль гряды, кстати, которые живут тут в дельте, из-за того тут нечейные земли, потому что они сплавляют. Они же самые дикие. они animals. Ну, глядя на вас, не знаю, почему вы так не хотите их встретить. Что они делают с чужаками? Я слышал, кто-то говорит, что они их даже съедают. Сухарту говорит, в Фурконе есть лишь один, один-единственный закон. это смерть. Это смерть. А эти парни не задают вопросов. Ну, съесть меня даже и сухарту как-то хотел. это была шутка. А я видел голод в твоих глазах. Можешь мне не врать. я пока был в техчеке, слышал разные новости, новости, слухи о том, что в Фурконе все больше и больше накаливается проблемы проблемы между теми, кто бежали на север и с домом Тохьяка. Да, надеятельно. Все больше из-за шадулина присоединяются к северу. Кто такие шадулины? Они к северу. Да, поговаривают, что несколько из тигров ушло на север. Это люди Абракс. Они живут в Хурконе. Без рода, без племени. Бральцы считают их дикарями, хадулины считают их грязью. Грязью. Тем не менее они выживают там. Даже умудрились обединиться с северянами. Посмотрим, что из этого будет. Видимо, дни там действительно скверные начались. С северянами? Это где? Это Северный Курпон. А, Северный Курпон. Марак. А в чем-то дело? Говорят, что как и все началось с того, что Север не согласился что да с... Ну, они всегда враждовали, но... Видимо, кто-то или кто-то что-то обидел Шатулином. Хотя они не были обычно в этом замешаны. А недавно один из команды говорил о том, что приемный сын великого Акхи, который тоже из рода Шатулина, его даже превысили в золотую юрту, взяли в совет. Но даже с этим степные тигры решили, что время перемен. Бурхан действительно стал другим за это время. Из-за этого я долго думаю, что делать, как побыстрее перебраться через это все. В Даджаре пару дней будет, пока мы соберем провизию и начнем двигаться дальше. Но малыш не может покидать озеро. Из-за этого нам придется или купить еще одного мастодонта для команды, или двигаться по-другому. Но у нас есть Чига-Бига. Она недостаточно большая, чтобы вместить всю команду малыша, брекс. Нам нужна вся команда и слишком ли много внимания. Сколько человек в команде, кстати? На этом около 100 человек. Я думал, мы будем двигаться скрытно. Если караван в 100 душ будет двигаться по югу Хурхона, нас будут знать все до самого Акребалка. А вот это тоже правда. Из-за этого я думаю, что нам нужно разделиться и встретиться в месте назначения. Но ведь мы не знаем дорог, которых знает Анахор. Анахор мне рассказал о дорогах. Я был уже в Хурхоне. Анахор владеет чем-то предметом. Я еще с ним не говорил об этом, но он может показать это ему. Показав дорогу. Специфичный механизм. Наверное, что-то из тех древних мархорских игрушек. Вполне возможно. Итак, он сказал, что во время третьей луны эта дорога откроется и мы сможем все пройти. Когда доберемся до Джара, можем обсудить, каким путем пойдем мы, пойдете вы, разделимся. Я выполнил свое обещание. Вы меня вытащили, я довез вас до даджара и дам вам дорогу. Дальше уже как нити судьбы дадут. Ты знаешь тропы на болотах около даджара? Я знаю человека, который выходит туда. Не самый приятный. С даджара обычно оправляются или в Брал, но по воде, или в Хурхон. Когда мы прибудем, вы поймете, что даджар не город мечты, а крепость отчаяния. Ладно. Познакомишь. Рассвет. Перед вами открывается центральный остров озера Млах. гигантозная фигура, которая силуэтом открывается медленным под лучами солнца, сначала неуловимая, непонятная. Потом начинает медленно до вас доходить, что это голова какой-то рыбы, скелет, который куда-то смотрит наверх, как стол, в котором врылись, построили, и медленно через его ноздри и глаза начали строить как башню, которая обвивается и закручивается до небес наверх, как будто зов, как будто помогая этому существу достучаться, куда он пробовал дотянуться. На острове Ищиак вас ожидают уже. Жрецы глубин в своих мантиях мокрых семеро из них стоят прямо на пристани. Все, каждый из них похож на вашего друга, братьев, белая рука, на бабаху. Только самаки являются верховными жрецами глубин. Но среди них выделяется восьмая фигура достаточно очевидным способом. На полторы головы выше женщина с серой кожей, с бледными белыми шрамированием по лицу и алыми глазами стоит на пристани ожидая вас с улыбкой и с радостью. Как вы прибываете к пристани сам анахур стоит и ну что видите вы же в этом принимал участие. Вы меня спасли. Айдите. Барбан такой. Нам еду подадут. Наверное я не знаю Барбан. Надеюсь не Бральская. Главное чтобы мне предложили служить вечно здесь. И чтобы больше крови ее не пили. Вот именно. Да ладно. Ну идемте что ли. Ну пошли. Как вы касаетесь ногами этот остров женщина достаточно мелодичным голосом приветствует вас. Солнце хранит вас искатели. Я Ланджара верховная жрица глубины. Мы невероятно благодарны вам всем. Вы сделали то что многие даже и не мечтали. Вы избавили озеро от наших вечных врагов и исцелили моих рыцарей. Наша благодарность вечная. Это было непросто. Но мы старались. Мы и не думали что это просто. Мы пришли не с пустыми руками. Кивают одному из них. Один из них выносит подушечку мою на котором лежат шесть серебряных сережек. я знаешь я еще за поясом достаю кинжал глубин у нас есть. Это принадлежит вашему народу. Смотрит. Спасибо. Она помогла убить. Дай вот это. Я бы хотел об вас запросить участвовать в ритуале глубин который произойдет сегодня вечером. Что за ритуал? Мы поблагодарим глубины что они нам дали жизнь. И после этого никто не будет должен никому навечно свою душу для того чтобы служить в Азере и все такое. Что мы должны делать? Улыбается долго смотрит на вас серьезный взгляд официальный один из самаки который стоит видит что он улыбается и в какой-то момент видит что он вот-вот начнет смеяться типа она знаешь одним глазом смотрит на него этот ритуал будет очень важен вы там будете поедать один из них уже начинает ржать прям и в какой-то момент делает еще один вызов все больше я не могу все не могу я извиняюсь это это невозможно идиоты они у нас ужин извиняюсь я вас хотел завести простите у нас очень серьезно тут все почему серьезно почему официальная часть официальная часть ужин хотели вас запросить на ужин еда это хорошо она не бральская а у вас тут кухня бральская господи пожалуйста нет глубина спаси другой начинает вы я извиняюсь вы считаете нас барбаром нет просто мы две недели ели бральскую еду и уже она вот где-то здесь оттуда у меня даже желудок болеть начал я просто никому не говорим я извиняюсь спасибо вам что вы нам помогли можете мне назвать ланджа а пошлите я вам покажу что тут да почему бы нет а насколько вообще большой этот офигенно большой а сколько вот так на первый взгляд людей ну очень и очень приблизительно несколько сотен человек живут на этом острове достаточно достаточно загруженная верфь где вынимают рыбу погружают что-то тут достаточно центральное место туда-сюда начинают гонять и собственно и контрабандисты в ланджа вас берется за руку абракса начинает тянуть очень навязчиво монотонно начинает рассказывать течение tweets и тут несколько десятков лет и очень приятное очень открытое очень теплая по сравнению с другими которых вы видели из этого ордена Или, знаешь, у Коффа в голове мысль, или, может быть, мы просто всех спасли, и они поменяли свое отношение к нему? Невозможно. Пока вы тут находитесь, пока идут, знаете, мелкие беседки, пока вас в прямом смысле, знаете, в официальное шествие вас тянут. Видите, как несколько из ордена начинают приходить, вы идете по улицам, люди что-то иногда выкрикивают что-то. Ситуация чутка сначала становится, знаешь, такая вот прям невероятная, что потом начинает быть чутка неловко, странно. Вы все в центре внимания, все кричат, некоторые благодарят. К тебе подбегает девочка, дает тебе фенечку на руку. Спасибо. Вас тянут, тянут медленно к центральной части, чтобы зайти в эту голову рыбехи. Что вы делаете, пока вас как экспонаты тянут? Слушай, эти местные, они прям очень приятные, дружелюбные. Да, но почему они сами не спустились туда и не сделали все это? Не могли, наверное. Все это время. Они не могли даже зайти внутрь спирали, ведь там было огромное количество пробоин. Да, и кто угодно, обладающий силами, заклятиями, мог оказаться внутри, как мы узнали. Может быть, они просто боялись. Но не забывай, что только Абракс мог открывать двери. Но это не помешало донгонцам. Они, наверное, знали, что они делают. И они не зашли в самый угол. Вот так же правда. Знаете, может рев людей, шум, иногда какой-то мелкий музыкальный инструмент, и у вас как-то... Знаете, когда в толпе вы изолированная группа? Хоть идет шум, как-то начинает повисать вот эта вот тишина, когда вы говорите между собой. Ланджи говорит где-то... Сама с собой. Сама с собой уже куда-то. Знаешь, просто эхо. Для... Для вас, наверное, всех... Эта ситуация достаточно странная. Оно... Оно пропитанное добротой и доброжелательностью этих всех людей. Но каждый раз, когда кто-то пробует в толпе двинуться, один из худулинов видно, что напрягается мышца. Как интуитивно зверь, который ожидает, что вот-вот кто-то что-то сделает. Кинет. Вот-вот кто-то нападет. Мысли иногда пробегают сквозь толпу, когда вы увидите седого человека в толпе. Не безымянное лето. Абрам? Это ты? Бурануя. Две абральские женщины стоят, наблюдают над этим всем. Надо два раза пересмотреть и присмотреться, что это не один из клеенных фигур. Маланы. 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 Абрам Сокожей говорит, но он немного говорит,itating говорит, ой, я вам наверно много говорю, простите. Да не, что ты, продолжай, продолжай. Вам вам очень интересно. Да. Кстати, хорошо выглядишь. Спасибо. Вот был бы я помоложе, может, задержался бы на пару дней у вас. Столько внимания к нам. Ладно же, да, слушай. А до нас кто-то пробовал вам помогать? Кто-то ли пробовал тоже спуститься в глубины? И спасти вас от этой напасти? Или мы первые? К нам никто не приходил. Но я слышал, что на других островах спрашивали о глубинах. И время от времени кто-то пытался. Перед вами был один или два, которые спустились, но не вернулись. Она так долго на тебя смотрит? Сейчас я вспомнила. Пару недель назад мне говорили, что кто-то из Донгуна прибыл. Они тут искали. На одном из островей остановились у одного из любопытного мужчину, который вытаскивают разное барахло из озера. В поисках чего-то. Мои братья сказали, что ничего интересного. Любопытные искатели старин. Она дальше ведет вас в глубину этого всего. Может, знаешь, пока мы идем, нам же раздали эти сережки. И, может быть, знаешь, в какой-то из моментов, для того, чтобы даже частично изолироваться от толпы, просто когда, знаешь, тебе неуютно, и ты начинаешь что-то маленькое рассматривать, на этом фокусироваться. Я бы хотела посмотреть, как оно выглядит. Сережка... Это маленький... Шпингалет, Даша. Прости. Золотая сережка, на которой круглый опал какой-то. Синего-синего цвета. Кругленький, идеальный, такой, как жемчужина. А есть ли, пока мы шли, у этой женщины похожие сережки? Абсолютно идентично. Но в основном у людей нет таких. Только у тех, у которых часть и братство. Помедленно спускайтесь вниз к очень похожему месту. К месту, где растет коралл. Но он полностью разросшийся, и он уходит вглубно, вверх, выше. Как будто он точно так же строит основу этого оба, который тянется наверх. Ланджа садится в маленькую часть перед кораллом, который в воде. Это сантиметров два-три вода. Разговаривает. Говорит о мелочах от таких, как, что она любит кушать, какая тут великолепная рыба. Тихо тут. Приятно. Прохладно. Вносят еду. И прям. Рыба разных сортов. Жареная, вареная, на пару. С пряностями, без. Ее много еды. Ее слишком много. В какой-то момент, как вы едите, уже не лезет просто. Ланджа все говорит о еде. Даже не пробуя как-то развивать диалог. Ее монолог длится долго, полно. Что вы делаете, пока вы сидите в них? Знаешь, если, может быть, она все говорит, говорит, не закрывается у нее рот, я в какой-то момент, может, пытаюсь как-то вклиниться. Я так... Ланджа, а как отсутствие магии сказывается здесь на вас? Мы ею не пользуемся. А вы бы хотели ей пользоваться? У нашего сообщества, братства чутка по-другому работает наша сила. А если это разрешено посвящать чужаков, расскажешь нам об этом? Ой, ну вы знаете уже. Вы ж Кровь? Ой, спасибо. Кстати, об этом не зачтите бестактный вопрос, но я впервые вижу кого-то похожего на вас. Ну, то есть второй раз, но в общем и целом. А ну, я Удриш, он Худурин, он Мархор. Вы видели такого, как я уже? Ну, ну, или это, это мы у этой жрицы пили? А жрица была в часть коралла? А, нет, ну, до этого же... Ну, нет, прям такого, как у вас, нет. Просто немножко другая, но тоже с красными глазами была на другом острове. Вы видели одно, одно из дитя коралла, наверное. Мы, я, драгмирец. Что это? Где это? Кто это? Ну... Если бы меня вы спросили... Худулины... Люди... Что это? Что бы вы сказали? Что такое худулины? Ну, это... Дети Сумуга. Да. А люди? Ну, они вообще непонятно. А Удриши? Ну, там... Пюр... Пюр... И... Эрил и Урма. А мы... Создание Драгмира. А где Драгмир? Знаешь, она так... Чуть-то как липает глазами. Он мертв. Джей. А где он был когда-то? Он был здесь, среди нас. Он был... Утром. А давно он умер? Давно. А, Пракс, может, еще рыба? Ты ему просто так и разъешь. Да, очень фокусно. Мы ведь видели... В спирали мы видели... Статуи. Статуи. Не, мы видели огромного Драгмирца. Не, понятно. Мы видели... Мы видели... Этих... Мне кажется, мы видели... Церковь червуков. Нет, мы видели именно Драгмирцев, как замерзшие Статуи, если я не ошибаюсь. Мы видели таких, как Завлон, и такие, которые с руками. У них квадрат был. Ну, красные глаза, алые глаза, это как у того чудака, который внутри этого большой штуки. Восстанавливает магию. Да. И из Ведения Амбракса. А, да, Ведения Амбракса, вот-вот, где-то. И тот, который магию отключает. Но Ведения Амбракса тоже не Драгмирец был. Не Драгмирец. Там... Ну, это Великан был. А, там Великан был. Надолго, знаешь, так усматривает. Вот мы такие. Не знаю, что там с вашим народом, но готовите вы отлично. Продолжай, Хаутин. Да, готовим мы отлично. Я благодарна вам. А сейчас, если вам не тяжело, я бы хотел поговорить наедине с ним. С кем? У нас, может, не с Рима. А почему с ним ладно? Можно взять с собой рыбу. Я... Мне кажется, эти штуки в ракушках неплохо. А куда-то можно пойти, сесть, покушать? Да. Весь город в вашем расположении. Вы гости в любом доме сегодня. А можно на завтрак еще взять? Конечно, без проблем. Вот эти штуки возьми, они в ракушках. Да, в ракушках прямо отлично. И мне эта штука с фоторслим нравится. Ну, мы тогда пошли. Спасибо большое. Давай в твое плаще завернем немножко. Там мои глаза. Я не хочу, чтобы рыбья шлюха туда попала. Нет, спасибо. Но здесь есть остатки старой красной тряпки. Я догоню. Да. Да. Ну, мы уходим тогда. Хорошего разговора с Аримом. Ну, пошли. Да. Да. Ярдар. Ярдар. Ярдар такой. Кувшин со стола. И уходит. Секунда. Две. Три. Помогите ей, боже мой. Что такое? Помогите. Все. Вот. Она встает. Делает один круг. Второй. Вокруга этого коралла. Смотрит на тебя. Смотрит на коралл. Залубка смотрит на тебя. Ты не знаешь, да? Что? Что именно? Ты не чувствуешь это. Прислушайся. Замираем, да? Это момент. Кину внимание. Понятия не имеешь, о чем она говорит. Что? У меня что-то в зубах. Она смотрит долго. Не каждому заметно. Те, которые никогда не видели. Один из таких, как мы. все черты в нос. Откуда ты, незнакомец? Я пришел с вершин гор. И ты в это веришь? Но я не родился там. Как любопытно. Меня нашли в племени белого бизона. А еще раз смотрит. Мое имя Сарим. Не знаю, маляя ли она. Он долго смотрит на тебя. Потом подходит, близко осматривает. Я точно не ошибаюсь. Моя чуйка меня никогда не подводила. Сарим, говоришь, тебя зовут? Так меня называют. Какое имя. Оно как будто с песком, с грязью на зубах. Я привык. Прямо застрает. Интересно. Я никогда не знал, что кто-то из семей им было позволено такое делать. Присматривать. Может, посвятишь меня в суть? А то как-то ты ходишь вокруг да около, и я никак не могу смекнуть, чему ты ведешь. Мать ли или отец? Отец. А что? Кто отец? Ты, мой маленький мальчик, наполовину дробмерец. Дробмерец. Ну ладно. Интересно. Из-за этого и рос им выше остальных, да? Наверное. Но если другой дробмерец бы потом видел, они бы тебя убили. Как полукровок не существует. Кров нельзя разбавлять. Но ты мне помог и моей семье. А драгмирцы не забывают долг. И я тебе дам настоящий подарок этого всего. Угу. Она делает надрезанные руки. И я дарую тебе одну услугу у дробмерцев. Что мне делать? Как это? Кровь. И кровь заключает контракт. Да. Надрезаю. Ты держишь еще руку. Рука начинает медленно сжечь. Заживает рану. Что за услуга? Какую ты захочешь, саль им. Угу. Благодарю. Услуга может быть разная. Мы драгмирцы. Мы не принимаем денег. Не принимаем то, что касается стольких рук. Мы принимаем услуги. И ты имеешь одну услугу от нас. Любая семья будет знать, что мы драгмирцы в долгу. Благодарю. Ну, помни. Не все будут счастливы видеть тебя. Да я понял. Слушай, раз уж оказалось, что я дальний родственник. Может, расскажешь о драгмирцах побольше. Ну, так в двух словах, чтобы я понимал вообще. Надо, знаешь, садиться. Касается воды. Как на воде начинают появляться пятна. А тогда, когда мир был совсем юный, родились колоссы. Колоссы, которые брели по этому миру перед тем, как четыре света прибыли. Перед тем, как кто-то из смертных родился. Они были прекрасны. И их король, их повелитель был драгмир. Ну, драгмир влюбился в этих смертных. Полюбил. И взял в жены одну из них. Так мы явились драгмирцы. И велел он нам не прикасаться к золоту и солнцу. Прятаться от лучей шамаса. И держать долг. Долг, который все смертные должны нам, драгмирцам. И придет тот день к зарю, когда мы запросим наш долг. Почему вам должны? Мы помогаем. Мы не берем золото, а берем услугу. Интересно. Нас было много. Но куда делись остальные? Раскол нас разбил. Некоторые из нас потеряли путь. Начали себя называть по-другому. По-другому? Основали город. И начали плавать в лучах солнца. Что нам велел драгмир не делать. А что с ними сталось? Ничего. Время от времени ты их увидишь. Они похожи на меня. Но их глаза выцвели, обрели солнечный оттенок или как небо. Я, знаешь, вспоминаю Шиду. Маракейцы? Верно, Маракейцы. Судя по тому, как ты произносишь, вы их не очень любите. Нам тошно видеть, а то, что наши собратья, кем они стали и забыли, забыли, кем мы есть. Они знают лишь войну, да? Да. Верно. Значит, у нас есть что-то общее. Вполне возможно. Ты все-таки наполовину только драгмирец. Понятно. Это нужно переварить. Я приветствую тебя в нашем великом обо и городе. Вы всегда почти мои гости тут. Благодарю тебя. Сар-Им, верно? Все так. Я запомню это имя. Спасибо. На этот раз мы не станем злоупотреблять гостеприимством. Мы будем несколько дней и дальше отправимся в путь. Ну, я надеюсь, мы еще встретимся. Мы встретимся. Все мы встретимся до конца. Да. А пока набери вот этой вот рыбы. Она моя любимая. Скоро уже будет совсем холодно. Спасибо. Увидимся. Она берет рыбу и начинает, знаешь, медленно жевать ее. Между делом, господа. Вы наваленные кучи просто... Наверное, на ступеньках храма просто сидите. Куча-куча посуды. Наверное, на улице люди все разошлись. Все разошлись. Да, конечно. У тебя краденая пиала. Да. Я бы даже сказал, что она из драгоценного металла. А, а кувшин. Кувшин, да. Это там что-то, ну, выпивка. Конечно. Там какой-то, не знаю, блин, из рыбьей... Рыбий самогон? Рыбий самогон, да. Не, я думаю, из морских водорослей. Из морских водорослей, да. Знаешь, несколько минут, может 10-15 минут нету сорима. Да. Пока вы сидите, пока. Что делаешь? Бросаю туда в воду, знаешь, куда-то куски, да, куски там рыбы. Ты начинаешь пожрать ее. Блин, эти ракушки так сложные. Эх, черт, как они их едят-то? Ты, 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 ты знаешь, слышишь звуки, как над тобой барбан со своей тягой вытягивает ракушку, не дотрагиваясь до него. Знаешь, вылетает прямо над тобой. Вот так вот надо это кофу. А я вот так вот, если туда языком залезть, то можно выговорить. Фу, а, враг! О, эти ракушки можно использовать, как стаканчики. Я туда наливаю, знаешь, типа, самогон. Кажется, там еще что-то осталось. Это отвратительная смесь просто ракушки из самогона из ракушки. Из водорослей. Из водорослей. Всяко лучше, чем бральская еда. Как думаете, зачем она оставила сарина там? Повеселиться, в смысле? Ну, одни из всех нас самые большие. А, может быть. Ну, и без странной головы с рогами без обида, Абрекс. Ну, так-то ты выше. Ну, хотя и барбан выше. А-а-а-а. Состыковка просто. Все нормально. Состыковка? Что такое состыковка? Они просто приблизительно. Можешь налить мне, пожалуйста. Я сейчас вам расскажу про состыковку. Там такое! А, можно и мне налить? Не, ну, скажи. Что такое стыковаться? Ты выходишь на этот разговор. Я, знаешь, выхожу и у меня очень задумчивое выражение лица, Как будто я решаю там какие-то уравнения, типа иду и куда-то вдаль, знаешь, тысячьярдовый взгляд, как будто не замечаю вокруг, что происходит, знаешь, упираюсь, чуть ли не сталкиваюсь с барбаном, например. Да, да, что? О, блядь. Ты уже? Состыковка произошла? Да. Что? Состыковка. Какая нахрен состыковка? Вы о чем? После состыковки всегда такие задумчивые. Вот съешь эту ракушку. Да, 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 да. Давай. А теперь, вот, она не выпадает. Языком сарим. Не-не-не-не-не, ее нужно, ну... Спасибо. В себя. Как барбан показывает. Я тебя наливаю у этой. А, то есть нужно было просто освободить? Да. Ну, застыковку. Какую нахрен застыковку? Да, застыковку. Да, застыковку. Застыковку, застыковку. Ну, ладно. Киньте мне все, пожалуйста. Все вместе. Проверку харизмы. Как пройдет этот весь день? Оказывается, тут гуляете. Да. Я использую перипросовку. Я использую перипросовку. Это проверка. Девять, точнее. Я использую перипросовку. Восемь. 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 Сидите возле этого храма. И прям люди не приходят. Все спокойно. Кувшин пустеет. Я, знаешь, сижу, наверное, спиной упираясь в петло. Что за состыковка вообще? Ну, знаешь, он начал рассказывать, но я так и не понял. Он что-то говорил про разные размеры. Он про отношения. Нет, он про состыковку. Это совсем другое. Состыковка – это что-то другое. Сарим, ты же понимаешь, о чем он. Вы подумали, что я состыковка? Да. Это, наверное, как пить с одного стакана, может. Так прошло всего 15 минут. Ну, понимаешь, мы спасли их. И она кого-то решила, наверное, благодарить. И выбрал тебя. Но мы так подумали просто. Я так и знал. Ну, благословим. Она тебя благословила? Свет. Ну, можно и так сказать. Офигеть. У вас, Людишек, так все просто. У нас, у Джабари, там нужно целый ритуал пройти. Потанцевать, покружиться. Мы потом рыбу ели. Ну, это отвратительно. Ты еще и рыбу успел поесть? Чем бы вы хотели заниматься, господа, пока вы тут еще? Происходит, как обычно, на каждом острове где-то денек, пока они провизии собирают, моют малыша от воды. Будем двигаться дальше. Сколько еще? Тот же... Пару дней он говорил. Да. Будем идти быстро. Я бы, может быть, знаешь, хотела на каждом острове, на котором мы останавливаемся, там и так время проходит, я, наверное, гуляла по пляжу и собирала совсем маленькие ракушки, которые немножко разрушились, полые, и которые можно заплести в одну из кос для того, чтобы записать этот кусок приключений. Окей. Хорошо. Импровизировали. Я бы, на самом деле, хотел еще встретиться с Анахуром. Конечно. Потому что, знаешь, он сидит на малыше, чтобы подойти к нему. Знаешь, так неловко подхожу, он, наверное, сидит где-то. Я тебя слушаю. Смотри. Топор. Как тебе, а? Господи боже, наши предки ковали это годами. Повергли, наверное, полмира. Слушай, а... И ожидали, что чемпион найдет этот топор, чтобы свергнуть нас от всех врагов. А ты используешь это как браслет. А если отпущу, он же упадет просто. Кстати, он может это носить как браслет. Ты можешь носить это как браслет. А с тобой он так же работает? Господи, упаси, пожалуйста, не трогай меня. А может, я с этой фигней... Ну, давай. Притрагивайся так легонечко. Я шучу. Знаешь, я... Так, знаешь, подхожу к нему, присаживаюсь рядом. Ты там вообще знаешь, она хур. Надо было открыть эту чертовую ядро. Я не это хотел сказать. А, ну ладно. Я хотел сказать, что я переживал. Знаешь, чувствует перемену разговора? Да. Если честно, я до усрачки был испуган. Знаешь, я так долго искал тебя, что если б я тебя потерял, то я бы там и остался, наверное, тоже. Хорошо знать, что кто-то из нас еще жив. Да. Зачем ты вообще ввязался во все это? Зачем ты идешь с этим Сухарто? Что? Чего ты пытаешься добиться? У Сухарто есть что-то, что мне нужно на брак. Я нашел спираль другую. Так урок Атут далеко на юге, там где я родился. У Сухарто есть предмет, который может помочь нашему делу. Он знал об этом и принес его мне в прудниках. Сказал, если я ему покажу путь через врата, он мне его отдаст. Он все еще у Сухарто этот предмет? Конечно. Сухарто не тот, кто кажется Абрекс. Сухарто вовсе не дурак. Сухарто вовсе не слабак. Я в рудниках в бешенстве вырвался, чтоб почувствовать вновь волю. Веден удар и темнота меня забрала. Ты этот удар был от Сухарто. Все, я? В таком случае, буду надеяться, что он выполнит свою часть уговора и мы сможем получить этот предмет. Точнее, ты. Все верно. А то место, куда ты двигаешься, это где-то за пламенными языками. Где-то далеко там, да. Я много слышал, что там есть еще мурхоры. Я тоже. В один день, неважно, как наши пути пойдут, Абрекс, мы встретимся в пламенных языках. Потому что наши нити судьбы сплетены. И мы должны, должны встретиться там. Ну, пока нам по пути. Верно. Я очень этому рад. Да. Господи, пожалуйста, не отруби никому руку этой фигней. Я вроде уже понял, как оно работает на самом деле. Оно вроде, ну так, на ком-то отрубывает, на ком-то нет. Абрекс. Абрекс. Дедокс. Помидор. Абрекс. Макс. Макс. Нормально. Если ваша кнопка подписаться такая же красная, как Макс, исправьте это, сделайте ее, сделайте. Пока Макс приходит в себя. Ты шо входит. Можно сказать, что я закончил? Что вы занимаетесь вместе с остальными? Я на самом деле в какой-то просто из дней, может быть где-то на палубе, я стою полностью замотанная в свой новый черный плащ спиной к Иордару, и просто один из, может быть, сразу несколько глаз смотрит в ту сторону. И ты слышишь голос, но который направлен в другую сторону. Слушай, Яр. Ага. А мы же давно с тобой не проверяли, что там с твоей раной. Я не понимаю, откуда ты говоришь. Я отсюда говорю. Так, надо перестать пить эту... Несколько дней, да? И что с раной? Ничего, все нормально. Знаешь, может быть, я оборачиваюсь в какой-то момент и просто может какой-то черный силатель, который ты игнорировал. Ты уверен? Ну, мы должны были сделать замеры, но мы, кажется, забыли об этом. Да ничего страшного. Дай я проверю. Ну вот, я показываю там, что произошло. Я... Максы порвал. Простите. Простите. Слушай. Я давно думала о том, можно ли что-то с этой заразой сделать. Я, может быть, знаешь, просто пальцем притрагиваюсь. Ему больно? Нет. Оно как будто бы... Как... Мозоль какой-то очень странный. Может, его как болячку попытаться вывести? На чем? Магией. Магией? Ну... У тебя есть такая магия, которая выводит эту... фигню? Ну... Я никогда такую магию не пробовала. Но, кажется, я начинаю понемногу... Я могу попытаться понять, как она работает. Я видела, как более старшие нарекатели это делали. Может, не получится, но хуже тебе вроде бы стать не должно. Но... Ну ладно, давай. Давай. Знаешь, я смотрю на полу пустой кувшин. А ты сегодня храбрый, я вижу. Ну, ладно. Да. Сделай бросок на магию. Мы далеко же, что на самом деле. Да. Я хочу попытаться использовать Greater Restoration. Великое восстановление. 53. Я, наверное, знаешь, я долгое время растираю ладоши и, может быть, знаешь, даже сначала просто тыкаю в эту рану и смотрю, как черная жижа, может быть, знаешь, под ней как-то трансформируется или как она реагирует. И, знаешь, просто легким касанием пальцев я черчу узор просто на этой ране, который состоит из некоторых ромбов, и в какой-то момент оно начинает издавать вот это сияние, которое, может быть, начинает проникать внутрь. Иер, ты чувствуешь вот это легкие теплое сияние на твоем боку. Сначала ты чувствуешь вот это вот, как будто, знаешь, пропадает момент, что ты что-то выпивал, ты очень свежий, прям свеженький. Ну, не только ты свежий, и только ты вновь сильен. Эта штука начинает дёргаться со всей силы, сильнее. И если оно было здесь, после этой магии, оно захватывает верхнюю часть твоей груди и ползет до плеча полностью быстрым движением. Видимо, не получилось кофу. Верни назад. Я не могу, я не могу, я думала, это наоборот сработает. Я не знаю, как, прости, пожалуйста. Оно продолжает делаться? Остановилось, как будто устала вновь. Да. Окей. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Я не думала, что это так сработает. Она тебя хочет убить. Она тебе мешает. Я тебе говорил же. Мы же все тебе говорили. Они хотят нам навредить. Выкинь её. Скинь её вниз. Она не умеет плавать. Мы сделаем, чтоб она не умела. Лишь один маленький, маленький фокус. Она упала. Ты не видел, как она упала. Сделай проверку мудрости, друзья. Спас-брус. Шит. 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 Десять. Шит. Шит. Какой у тебя спас брусок от твоих масок сейчас. От моих масок? Секунду. В первом должно быть написано. Восемь и плюс двадцать за каждую маску, значит двенадцать. Ты вытянул сколько? Десять. Десять. Игордар, ты чего? Я случайно. Они говорят правду, нет? Угу. Они говорят правду. Это уже второй раз. Ты больше чем уверен, что это второй раз, что она хочет тебе навредить. Она нарекатель. Она пришла засеять соль. Солнечные холмы. Она здесь для этого. Игорь. Игорь смотрит на кофу. Как будто не на нее, а сквозь нее. Удержание личности. Кидай на стогранники. Что происходит? Жестко. Жестко. Семьдесят восемь. Окей. Спас брусок. Что это? Мудрость это. Не так. Не тут-то было. Двадцать семь. Ты... Ты что пытаешься сделать? И я... Ты чувствуешь, как, знаешь, в какой-то момент ты коченишь, на секунду, сбрасываешь этот эффект магии, а я смотрю куда-то в другую... в... совсем через тебя. Я пытался тебя остановить. Смотри, что ты наделала. Проходит, знаешь, эту взгляду. Он опять тут... Ты чего? Я... то есть... Прости. Я... Прости. Если бы я этого бы не сделал, мы бы продолжили бы распространяться. Я... Я перестала. Я прости, но... Я пыталась, я хотела, я думала... Но... Не работает твоя магия кофу, как и вся магия этих чертовых нарекателей. Ну, работает. Зачем? Вы когда пытаетесь помочь, вы все делаете хуже. Ты слышишь этот разговор? Знаешь, может быть, как раз возвращаюсь от... от Ахура. Что у вас тут стряслось? Ничего образ. Просто я опять все сделала хуже. Знаешь, кофу, может быть, просто... Начинает топать куда-то мимо Абрекса, на другую вообще сторону. Знаешь, смотрю на Яра. Вопросительным взглядом. Да... По кофу пыталась помочь, избавить меня от этой напасти. Но не получилось ничего. Даже мне кажется, с того хуже. Но... Но она что-то пытается сделать, Яра. Если ничего не делать, то будет точно хуже. Ну, может... Может, просто ее магия недостаточно сильна, я не знаю. Ты какой-то весь не свой, Яр. Да все нормально. Все нормально, Абрекс. Двое худолинов. Чем вы занимаетесь? Знаешь, может быть, я позадаю вопросы кофу. Такой... Кофу? Ты столько всего знаешь. Что ты знаешь про этих драгмирцев? Я... Слышала про них что-то? Наверное, ее ловишь где-то, знаешь? Да, да. Да, да. Кофу, наверное, знаешь, придется. Да, а что с тобой это? На тебе лица нет. Я... Я просто все порчу с ним. Все в порядке. Кто? Драгмирцы. Драгмирцы. Что за... Что ты знаешь? Может, я читала о Драгмире или нет? О Драгмире, наверное, будешь знать. Он, знаешь, мифический король великанов, как люди бы его называли. Знаешь то, что в летописях про Милазара это была очень важная вещь. Его конфликт с Драгмиром был очень... Как это... Событие, которое развернуло, типа, все вниз головой. Потому что Милазар его казнил. Я, может быть, это все рассказываю и... А... Ты знаешь, о чем я еще думаю? Чего? Эти красные глаза. Как у нее, только больше. Там, на дне. То создание, которое... Похоже. Останавливало магию. Я думаю, он был великаном, что ли? Их осталось немного, судя по всему. Ага. И тот единственный, которого мы нашли... Ладно. У меня... Очень... Грустное настроение, Сарим. Если у тебя нет настроения на смурные беседы, я пошла. Хорошо? Да, спасибо. Как знаешь. Все, да. Хорошего... Вечера. Да. Я, наверное, большую часть времени провожу лениво скитаясь по палубе. Наслаждаясь тем, что не нужно ничего делать, никуда спешить, ни о чем переживать. Дремаю. Дремаю. Иногда лениво упражняюсь с копьем. В какой-то из вот этих дней путешествия, точно так же лениво в развалочку захожу в наш шатер, может быть, на стройку. Знаешь, беру там, может быть, мой плащ этот висит и я его беру. Я так и не зашила. Ну да, конечно. Хожу, знаешь, усаживаюсь. Смотрю напротив, может быть, вот эта шкатулка, которую достали после подъема на поверхность. Да. Я почему-то представляю себе, что вот этот осколок лезвия, он, знаешь, на шкатулке, это, знаешь, на какой-то тряпице лежит. Смотрю на него, поднимаюсь, подхожу, поднимаю руки. На что оно похоже? Понятия не имеешь. Оно выглядит как... похоже на золото. Ну, то есть, по цвету абсолютно. Ну, если даже для самого глупого понятно, что оно не золотое, потому что они достаточно мягкие. Да, знаешь, может быть, беру, посмотрю. Острое, знаешь, когда ты его берешь в руку, даже ставишь его, ты видишь, как под него начинает кровь влиться с руки, знаешь? Угу. Угу. Оно наточено на такое какое-то невероятного просто... Угу. У меня нет ни маркировки, ни гравировки. Угу. Это просто кусок металла, который выглядит как лезвия. Угу. Просто осколок, да? Как... Угу. Интересно. Что это такое? Хорошо. Переворачиваю еще, может быть, несколько раз. Служу аккуратно назад. На... 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 На коробочке. Угу. Подхожу, выхожу на улицу, может быть. Наблюдаю за происходящим, боюсь всем этим. И... Может быть, я... Буду пытаться продолжить. Иногда, когда никому не буду мешать. И... Ну... Не особо... Чтобы нервничало кофу и так далее, и так далее. А... Буду пытаться повторить все тот же трюк, который я пытался повторить тогда внизу. Угу. В... В спирали. Угу. Все так же пытаюсь поймать этот момент, когда... Знаешь, какой-то баланс найти, когда Эсха или Изир, или что бы это ни было. Вот этот момент равновесия, когда... Оно... Знаешь, на мгновение, может быть, замирает. Вот. Вот. И опять исчезает, знаешь. Вновь. Опять замирает и опять исчезает. Буду продолжать заниматься этим. И вот-вот проходит несколько дней, пока вы доплываете до последнего острова Го-как. После него вы вновь появитесь там, где вы и зашли. Кофу. Вечер, когда Ияр пробует остановить то, что ты наделала, ты стоишь где-то в окраинной части этого огромного корабля. Да. Может, это село. Ты достаточно злая. А ты как думаешь, Агронор? Он, знаешь, выходит из одной палубы вниз, смотрит на тебя. Садится бы до тебя. Знаешь, я не поворачиваю на него голову, просто где-то на плаще открывается глаз. Угу. 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 Интересная штучка. Ну что, а как там внизу? Сходил бы со мной, узнал бы. Ну так ты собралась. В желудке есть это ощущение гнева, предательства? Я до сих пор не понимаю, о чем ты. И как видишь, я выжила. Поэтому, может быть, просто расскажешь мне уже хоть что-нибудь. Потому что, если это шутка, то мне не смешно. Если не шутка-то. Я гулял. Показывает на палубе. Гулял. Столько лет. По пустошам. Скокота. И вот на горизонте появляются тысячи отришей. Лепота? Думаю я. Посидел. Понаблюдал. Они танцуют. Хороводы. Все рады. Нашли какой-то камешек. Никому не нужен. Думаю я. Спуститься ли, сказать им что-то. Не буду. А потом среди них вижу одну. Любопытную. Интересную. Веселую. Ее глаза горят. Она горит интересом. Ее запах могущества. Ее потенциал слишком велик. Но я подумал. А если убить всех и оставить ее саму? За девяносто дней от города копал. Ты никогда не думала, как ты вернулась сама с брата? Я не была еще не я. 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 Я подумал. Возьму я всех. И засуну тебя в кинжал. И может она тогда разозлится. Проявит себя. Хорнет меня может. Мне скучно, Кофа. Скучно. Бесканно скучно. Бери. Вон он. Он же ж у тебя. Вот я. Показывает свою грудь. Я их всех убил. Всех до одного. Кофу. 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 Кофу какое-то время просто смотрит в гладь воды. Может даже видит там отражение агронора. И ты. Тебе скучно. Ты убил их всех. Для того, чтобы смириться с их смертью, мне понадобилось очень много лет, агронор. Ну давай же, все, можно сейчас закончить. Бери. Знаешь, кофе медленно встает с пристани. Сейчас, давай. Вот оно. Знаешь, что я сейчас чувствую, Грюмар? Мне очень и очень жаль. Я правда считала твоим другом, тебя своим другом и... Нет, куфу, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Видишь, ты, он меняется взгляд. Ты не понимаешь куфу. Я просто понимаю, что друга у меня теперь нет. И у меня есть другие друзья. Знаешь, он тянется к тебе, как ты, знаешь, делаешь шаг назад. Пожалуйста, куфу. Пожалуйста. Я не собираюсь убивать тебя, Агронор. То, что ты сделал, это бесчеловечно. Ужасно, как и многое, что ты сделал. Ты не понимаешь, куфу. А хочу ли я понимать? Ты думаешь о том, что чувствую я? Не думаешь. Ты даже не понимаешь, что сегодня... Я сегодня опять чуть не убила еще одного человека. И я этого даже не хотела. И тебя и убивать тоже не хочу. Каким ты... Каким бы ты... Хочешь, я просто с тобой не буду разговаривать, а? Вот это будет твое наказание. Пошел ты, Агронор. Понял? Пошел ты. Хочешь убиться? Иди вон, прыгай в воду. Томи! Блин. Куфу разворачивается просто и уходит. Он, знаешь, может, перед тем, как он пропадает, ты слышишь... Но я не могу. Не могу. Он... На этом мы сделаем маленький перерывчик. 5 минут и мы вернемся, попьем водички, включим кондиционер и чуть-чуть поддохнем. Продолжение следует... Когда сухарта на вершине малыша точно так же наговаривает что-то. В какой-то момент вы проходите через этот прежь вновь. Вновь звезды. Манул. Темно. Звук вам уже хорошо известный. Чикапики. Металлургест. 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 Ир. Выглядывает из кухни. О! 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 Вы вернулись, отлично. Это вы вернулись. Это вы вернулись, давай. Мирно? Наверное, там, сзади. Металлургест. Металлургест. Здорово! А, привет. Давно не виделись. А вы как? Да мы вообще нормально. Слушайте, тут, короче, было... скучно. А где вы плыли? Да. С Чига-Бигой по озеру. И сколько дней? Пару часов. Пару часов. А почему? А за... Но... Но... Сколько мы были там дней? Несколько дней. Неделя. 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 А теперь... Между ухом странная вещь. Мы рады видеть вас. Да. Ир такой... Интересно. Что именно? Ну, сзади. Там огромный... Малыш появляется. Значит, начинает плыть возле вас. Большой. Так... Да. Как-то неловко, да? Давайте, выпьем чаю. Да, да. Вообще, как-то. Странно. Мы тут искупались немного в озере. А меня на выплач. Слушай, Ира, а есть даджарский чай? Даджарский чай. Да тина какая-то там, небось, болотная. Увидим через несколько дней. Я вот никогда не слышал. Может, даже не... Про город даджар не слышал. Я выйду с вами погуляю. Конечно. Посмотрю, может, что-то выучу новое. Да. А чай, может быть, научишься готовить. Да, почему бы нет? Почему такая странная гнетущая атмосфера? Туман осел. Ага. Мы пребываем болотом. Да, это... Дельта. Туман, да, да. Начнем медленно плыть по реке. И все-таки пару часов? Да. Может, нам надо было не сухар, а самим с самого начала просто? Ну, как они... Ну, если мы были там несколько неделю, вы что, проплыли все озеро за несколько часов? Мы попали в этот бурю, и потом поплыли через пару часов. Вот и мы. Озеро огромное. Ты об этом думал? Да не особо. Мне-то какая разница? Может, течение? Что же за течение должно быть? Меня больше интересует другое. Если они не погибли, и проплыть было так просто, зачем сухарь-то тащил нас туда? Нам пришлось спуститься на дно озера. И что там? Спираль. О, ты нашел дом? Ну, можно и так сказать. И что там? Как красиво? Красиво. Мертво. Ну, мертво, да. Зловещее место. Как гробница, только большая. А еще, кажется, его сородичи очень любили эксперименты, и не совсем гуманные. Ну, мы вроде как все исправили. Ну, точнее, проблему с озером. Значит, вы сейчас герой или как? А, знаешь, блю по сележке. Барбан нам помог, кстати. Да, я спустился на дно, там было... там была шесть. И Абракс нашел вещички интересные. О, Ир, смотри. Оно... Я бы не запробу поручать. Сальбари. Что? Что? Это... Оно называется как-то? Да, как его копье, только другой формы. Слушай, перепел, а ты можешь меня проткнуть? Это другой формы. Да, да. Я... Оно... Я слышал, что на севере делают чай, который подымает мозги. Как думаете, может, ему он выписать эту пару? Нельзя поднять то, чего нет. И то, верно? Прости, Абракс, я... У меня плохое чувство юмора последние пару дней. Я пойду, наверное... Абракс. Займусь твоим плащом. Да. Удивительная вещь. Она про него помнит. Ну, еще бы он висит там дырявый уже несколько дней. Я думал, там скоро птицы гнездо совезут. Нет, я его повесил, чтобы она видела его. Не совьют. Я просто кое-что готовила. Чай? Да не чай же. Все, отстаньте. Ир, там было странно внизу. Присаживайся, там возле костра. Это... Странное место. И... Гандер, ты ведь помнишь его, да? Да, парень с золотым лицом. А где он? Он остался там уже? Остался там, внизу. Ушел красиво. Да. Очень нежно. Как Шида. Да. Да, как она. Я, наверное, сожалею, или как? Да. Это необязательно. И куда дальше? Ну, тот жар, а там, вроде как, разделимся с Сухартовой. Там видно будет. Пойдем тропами. Чтобы не светиться. А нахур обучит его? Покажет дорогу. И Абрак сможет нас провести. Как вы плывете в стоп... Да. Если можно, я бы хотел еще поговорить с Мирной, на самом деле. Без проблем. Может быть. Да, может, даже если она пробегает мимо. Я бы, знаешь... О, Мирна, как дела? Ой. Привет. Отлично. Мы тут пару часов провели. Тут так хорошо. А чем вы занимались сыром все это время? Он мне учил, как чай парить. А вы куда пропали? Вот. Мы и сами толком не знаем. Помнишь? Она какое-то время, знаешь, смотрит на твой топор. Как-то прям, знаешь, замерла. Давай я тебе сейчас покажу фокус. Но сперва... Что такое, Мирна? Значит, как будто она смотрит на топор, а потом видно, что она смотрит сзади на шкатулку и на завязанный темный предмет. Смотрит. Потом, знаешь, что-что? Трюк. В прошлый раз, когда мы были в горах, когда мы от солнечных холмов спускались, помнишь? Да, да. Ты ведь тогда... Тогда пропал Ира. Да. А сейчас пропали мы. Да, все верно. Очень странно. А что ты делала, что на этот раз пропали мы, а не Ира? Ну, не знаю. Я был с Иром. Мы пили чай просто, как мы обычно это делаем. Просто чай. Ну, не просто, а очень какой-то там замухрёванный, северно-маракийский, короче, а там с двумим купением... Я никогда не понимаю, что происходит. Двойное кипение. Аракийский двойное кипение. Забористое. Надо будет попробовать тоже. Сварить чай. Так, сердце колошит от него. Так вот. Да. А что ты там увидел? Я оглядываюсь. Ой, ничего. Мне нравится, как у тебя форма на твоём топорике. Аракийский мурхор, который держит плед. А, она смотрела на мой топор. Она смотрела на копьё, но она делает вид, как будто бы она тебя обманывает, и ты можешь, на самом деле, попытаться стать умным, но, может, это не стоит. Нет, я просто, я не понял, как Макс на самом деле просто. Очень красивые. Это такие, как ты? Да, мирно. Я хочу... Я понимаю вообще, что она смотрела не туда, на это копьё, на этот осколок. Кинь на проницательность. А, это я могу. Да... Могу. 18. О, что? В смысле? У меня, у меня, мой сап-класс дает, что у меня минимум 8 на проницательность, плюс 10. А-а-а-а. Ну, Три, если что. Это я могу. Ты, да, замечаешь, может, она кинула взгляд туда, ну, уже больше своего внимания на номер... На номер. Окей, знаешь, я, может быть, хотел бы взять этот осколок в руки. Ты себя это чем-то интересует. Она чутка делает шаг назад. А что это? Нет, мне нравится очень твои... мурхоры. Красивые. Мы... Это нашли. Там же, где и это? Классно. Я устал, а я пойду, поиграюсь. Давай я тебе покажу фокус. Давай. Знаешь, просто так по топору пальцем вожу, чтобы он размяк. Прикольно. А оно совсем не так? Осторожно. Осторожно. Макс сейчас опять. С кем-то, да, с кем-то. Это лучше. Будем, значит, сцена закончена. Я чуть не упала. Ты что, Макса хотел повторить? Мирно, пока смеется, Абракс. Начинает хихикать. И прям классно. Трюк. А можно мы еще поплетем некоторые вещи, как ты мне показывал? Да, мы можем без проблем. У меня на самом деле здесь есть один проект. Значит, я поднимаю плащ и смотрю через дырку. Может быть, ты мне сможешь помочь? Конечно, давай. Отлично. И Ир с чем занимается? Просто сидит возле Тандейра, знаешь, смотрит чай в телевизор. Я бы хотел подойти и... Ир, слушай. Интересная такая вещь. Да. Что я здесь? Ты желать бы как бы создание из другого мира. Я вот тут подумал. Мы все пропали. А остались на Чигабиге ты, Мирно и Мефиде. Да. Значит, смотрит, ребята, в такую сторону. Это понятно, что Мефиде и ты, но... Она... Я смотрю вдаль на Мирно и как они там с ней разговаривают что-то. Ир. 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 Давай, не надо. Ну? Ей нравится, что мы все так ее воспринимаем. Ну ир. Ир. Лучше. Давай так. Она такая лапочка. Ир. Ир. Давай это будет наш... Тангунский секрет. Тангунский секрет? Тангунский секрет? Ты знаешь про Тангунский секрет? Он такой... Да, конечно, знаю. Ир. Эй, что вы там делаете? Ты показываешь этот топор. Да, классная штука. Смотри. Ты знаешь, оно кого-то бьет, а кого-то не бьет. И я вклиниваюсь к ним в разговор. Медленно Чигабига плывет сквозь туман. Шамас начинает освещать последние части озера Млаха. Речка начинает уходить на юг. Вы покидаете острые скалы озера Млаха. И начинает появляться маленький силуэт. Который возвышается на береге речки с правой стороны. Солнце лишь прикасается к вершине этого силуэта, давая ему теплого такого света. Первые несколько секунд, всматриваясь в этот силуэт, сначала непонятно, но потом виднеется черта лица. Лицо, которое как будто тянется наверх. И лишь эта часть виднеется из земли, и на нем медленно-медленно выросли разные строения. Лицо чего-то, которое смотрит наверх. Но за ним, а за этим всем, куда уже лучиша, масса как будто летят быстрее, охватывают, нагревают. За этим лицом лежит Хурхон и его степи. Выжженная, теплая, холмистая степь уходит до самого края горизонта, как вы высоко смотрите вниз на углубление степи. А ваш маленький мастодон приплывает в тихий городок. Там, где собирается туман, но он ласково как будто манит ваше судно к себе, ближе к этому лицу, который как будто кричит в агонии в небо. В городе тихо. Вы видите, как большое-большое судно Сухарта приплывает к другому причалу. На причале сидит мужчина на маленькой деревянной тауретке, осматривая вас. Худой. 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 На нем один кинжал. Второй кинжал, который за поясом. Кинжал, который висит недалеко от груди. Как вы спускаетесь, видите, что серые глаза, как... как ворон, который увидел падать, смотрит за вами медленно. Колпается с маленьким лезвием под ногами. Под ногтями. Подходите все ближе и ближе к нему. Сквозь тишину. Как будто нарушая эту идиллию утра. Эй, вы! Это он нам. Знаешь, открывается глаз на плаще. Угу. Вы откуда? Из далека. Сосерок. Че вам надо тут? Мимо проходим. Устает, знаешь. Эй, ребята! Тут мимо проходящие! Из одного из заведений выходят трое. Один Сархудуллин. Высокий, большой. С маленьким... Каким-то... Поломанным... Недостаточно хорошего качества топором. Двое людей. Один похож на бральца. Другой выглядит, как какой-то донгунец, которого побрыли... Побрыли на... На лысое и хотели сделать с него бральца. Они не... Уличные... Бандиты... Индигдара. Они... Не... Забияки... Чайханы... Истикчика. Они не драчуны... Агджина. Они не подходят. Они не... Не заигрывают с вами. Они... Не пробуют свой пафос, свое эго выплюсить в вас лицо. Они стоят достаточно на такой дистанции, чтобы понимать, что они комфортно... На комфортной дистанции, чтобы изучить вас. Угу. Шрамы на руках. Мозоли на пальцах. Он смотрит на них. Мимо проходящие, значит. Приветствую вас в город... Искателей. Искателей новой жизни. На лево болото. На право смерть. Хукон в смысле. Или что? Да. А прямо? А прямо мы. А нам куда? Хе-хе-хе-хе. Долго присматривается. А ты что такое, черт возьми? Он, наверное, встает? Он чуть-чуть... Прихрамывает. Подходит достаточно уже на 5-6 шагов от вас. Те трое все наблюдают. А тем временем Сухарта что? Сухарта выгружается с командой на... Где-то 100 метров от вас. Угу. Угу. Я Абракс. Муркор. А ты кто? Да. Я Чеша. Я тут... Сидящий что ли? Оценивающий. Слушай, друг. Если покажешь, где здесь можно выпить, мы рады будем угостить тебя выпивкой. Ой, спасибо. И поговорить об этом. Спасибо. А то в ногах правды нет. Он так берет свой кошель, который достаточно такой весомый. Я могу себя и сам угостить. Я не против, если ты угостишь нас. Подождите. Хм. Еще раз, зачем мы тут? Мимо проходим. Да. Мы ненадолго, не переживай. Да, мы путешествуем. Пополним припасы и отправимся дальше. Отлично. Воду мутить не будем. Я думаю, это не то место, где приходят воду мутить. Ну вот. Это место, где прощаются и отбывают места. Даджар – великолепное место. Так ты чем занимаешься? Да оцениваешь. Оцениваешь? Да оцениваешь нас. А дальше? Две недели. Может, месяцок додержи. До конца дня. Три дня максимум. Эрх? Откуда? Север или юг? На самом деле, запад. Запад? Так уже никто не говорит. Хурконе есть юг или север. Давно не был в Хурконе. Уже свиней. Не знает политику. Значит, неделя максимум. Доброго жаловать. Он садится обратно. Мужики, которые вышли, заходят. Сухарта и его команда начинают заполнять. Доки. Выгружаться. Что-то там делать. Что вы будете делать ранним утром в Даджаре? Сухарта. Ты сказал, что мы не будем мутить здесь воду. Знаешь, смотрю, но она и так здесь мутная. Как будто Нарар сделал кучу на краю озера. Сухарта. Где там тот парень, который знает Терогу? В болото? Ага. Или Атона есть? Да какой план вообще? Звать его как? Да. Сколько вопросов рано утром. Я только прослышу. Смотрите, есть небольшое место, где мы отдыхаем здесь. Меня знают там. Называется... Алая. Просто... Алая что? Ты знаешь, вы всем унисон говорите, блядь, если я еще раз это услышу. Просто Алая. Ну не додумали они дальше. Мне кажется, у них отвалился кусок вывески просто. Вполне возможно. Или тот, кто придумывал название, умер прежде, чем придумать его до конца. А это Алая Чайхана или Караван Сарай? Потому что если... Если это Алая Караван Сарай, то это очень странно. Я думаю, про нее тут все знают. Мы найдем. Вы найдете ее. Она смотрит вниз на Хурхон из-за того Алая, потому что Алый вид. Ну это Караван Сарай. Это Караван Сарай. Давай называть это стоянкой. Это будет не так странно звучать. Да. Так, и что дальше? Мы тут несколько дней начинаем припасы собирать. Узнаем, что происходит. Прокладываем два маршрута. Один, который по южной части будет вдоль гряды идти. И тот, который через бассейны из индиго-крабов и их семей. Есть два пути. Вы выбирайте, какой вам нравится лучше. И мы возьмем и дадим вам путь. А ты бы какой выбрал? Что долго на тебя смотрит? Где много шлюх, золото и вина. Тогда, предполагаю, этот путь начинается не в Даджаре. И не в болотах. Да. Там не похрен, честно говоря. Что то говно, что то говно. Как говорится у нас в Тих-Тихе. Мне нужно на болото. А тебе зачем? Дело есть. А что это за дело в друг в болотах? Только прибыл и вот дело в болотах. Нужно кое с кем повидаться. Ты прям сам хочешь туда пойти? Я буду не против компании. Но я никого не буду заставлять. А зачем? Ну, это земли Сарима. Наверняка, может, родственники. Нет, это не его земли. Нет, это не его земли. Земли Сарима в горах. Здесь болото. Ну... И тебе объясни, зачем? Это связано с... моим путем. Ну, если путь через болото, то пусть тому и быть. Но мы все идем через болото. У нас всех путь через болото. Возможно, придется сойти с тропы. Куда? А, начинается. Объясни. Медленно... Думаю... Идем. Валую. Валую. Городок... Да, они между делом. То есть достаточно большая толпа, знаешь, в раннем городе. Город... Не сказал бы, что большой. Нет. По-другому. Наверное, город больше, чем тут жителей. Много заброшенных каких-то построек. Чем-то индигдарным или нет? То есть в этом плане, да? То есть как бы был большой город, который заброшен сейчас? Я думаю, что он больше похож на то, что тут люди сами себе делали убежище. Тут не похоже, что есть единая архитектура. То есть это не какой-то старый большой город, который просто шел. Ну, это как будто очень большая стоянка. Которые начали преобразовывать в какое-то... обустраивать это все. Лагерь пионеров каких-то. Да, да. Мы пока идем об учете. Надо следить за Сухарту. Мы сейчас на его территории. И как бы он чего не учудил. Пока мы ему нужны, я думаю, можно быть спокойными. А нужны ли мы ему еще? Я говорил с Анахуром. И он сказал, что он не уверен в Сухарту полностью. Сухарту не такой простой, как кажется. Он вырубил его одним ударом. Да, я помню, что Сухарту делал в Ямах. Но он обладает способностями. А еще он кажется брат Архона. Да, да. Вот и я к тому, что... Потому что шапчемся по ладу Сухарту. Да, да, да. Это идет с командой, знаешь. Если мы больше ему будем не нужны, как бы он нас не бросил, где попало. Где мы просто умрем. Может. Есть два варианта. Либо бояться, либо попытаться как-то так... договориться с ним, чтобы мы были ему нужны. Пока не пройдем через грязу, но ему нужны. Да, просто еще с Тик-Чика говорили о том, что он всегда возвращался без команды. Точно. Интересно почему. Будем на щеку. Алая. Единственное, наверное, построение, которое было выбито из этой статуи. Из этого чего-то. Оно уже пыльное. Оно прямо в щеке лица. Длинная терраса смотрит вниз на Хурхон, на первый холм, который закрывается, и потом длительная часть закрывает. И дальше холмы уходят вдаль. Внутри этого города немного разговоров. Немного людей. Но все, которые двигаются, двигаются. Двое, трое. Групками. Все вооружены до зуб. Если идет одна группа, и вторая появляется на улице, они держат такую дистанцию, чтоб ни в коем случае никак не соприкасаться. Все напрягаются. Фронтир. Да. На одной из улиц, пока вы идете, в какой-то момент, какой-то крик. Выглядываем, наверное. Вы оборачиваетесь, как все остальные группы, никто не делает ни абсолютно никакого движения, не обращая внимание на проблемы тех, которых их не касается. Что там происходит? Вы знаете, вы кидаешь, может, взгляд куда-то, слышно какой-то крик, как его заглушение, и он, знаешь, отдаляется куда-то. Добро пожаловать в Даджар. Ладно. Я надеюсь, я так сматриваюсь. Ир с нами сейчас идет? Ир, да, рассматриваюсь, я такой, слушайте, вы уверены, что тут чай варят вообще, тут, по-моему, людей варят? Сейчас спросим. Я думаю, здесь один закон, закон силы. Я, короче, добыл что-то, он держит арбалет маленький. О, да. Откуда ты его взял? Да, в тик-чик я еще там взял. Ну, в прошлый раз я в ногу себя выстрелил. Ты неправильно его держишь, я хочу подойти и... Да, он его вниз головой, да, держал. Вот так. Палец так не держи, только если когда хочешь стрелять. Да, да, да. И никогда не направляй его в то, что ты не хочешь уничтожить. Да. Вот так. Дисциплина. Да. И спрячь его. Привлекает внимание. Да, мы так оглядываемся. Некоторые, знаешь, может, когда он виляет, им одна или две группы, которые сидят, может, чуть-чуть напрягаются. Знаешь, кто-то... Слушай... Все нормально. Доставай его только, если действительно хочешь кого-то пристрелить. Хорошо? Хорошо. Угу. Говорились. И из него нужно стрелять. Окей. Хорошо. Палали. Группа Сухар тут двигается намного медленнее, потому что у них припасы, они больше. Вы в какой-то момент, знаешь, уже добираетесь до самой Аллы. Внутри тихо. Вы оттягиваете ткань. Внутри достаточно чистая чайхана с видом вниз на Хурхон. Лишь вверх построения маленький козырек, который отделяю, знаешь, как в маленькой укромной пещерке. Достаточно... такой... я бы сказал, массивный... Аджаид сидит возле тандыра. Он смотрит на вас, поворачивается в вашу сторону, и у него над губой татуировка. Такая же? Цифра... Цифра 21. А там было 23? У них было 3. Он поворачивается, смотрит на вас. Он сохранит вас. Добро пожаловать Валую! В лучшую мать вашу! Что это? Забегай головку. Да, неплохо вот здесь. Заходите! Это твое заведение. Конечно. А кого еще? По крайней мере, уже да. Предыдущий хозяин спотыкнулся и упал. Вниз. На кинжал, да? Не, вниз. Туда, вниз. Там обрыв? Там обрыв. Вы не думали там как-то загородить? Нет. Перила там поставить, я не знаю. Или это противоречит духу заведения? Ты подумай, если 12 человек начинают тут галдеть. Половина вываливается, и все становится намного проще. И потери в заведении 50% меньше. Удобно. Я вас приветствую. А что у вас тут покушать, выпить? Меня зовут Акра. Обычно тут люди представляются, когда приходят. Как мы увидимся точно только один раз. Клафу. Сарим. Яр. Черт, почему я знаю твое имя? А ладно. Бебе? Что? Мое имя? А почему ты знаешь его имя? Почему ты знаешь его имя? Ну, тут два варианта. Либо его уже искали. Здесь? Либо на другой стране озера. Здесь были тангунцы? Нет. Яр. Да, верно. И так представился. Он показывает на одну из маленьких комнат, которые... Тебя ждут тут уже. Кто? Так сюрприз. А кто они? Мужичок худой. Выглядит, как будто не ел уже несколько дней. Что там? Он заплатил солнцами. Я их... Тангунскими. Помощь нужна? Да. Да. В принципе... А что он... Как он выглядел? Он с тангуна? С мигдашем? Да. Так... Слушай, вы мне тангунцы все на одно лицо. Но он постарше намного. Да. Да. Давно ждет? Неделя уже. Да ладно, мы все вместе пришли. И мне нечего скрывать. Я, знаешь, иду просто... Ты открываешь? Да. Там и прям сидит дангунский мужчина, замотанный в фиолетовые ткани. Кольца его плохого качества. Он сидит, оборачивается на тебя. Знаешь, его глаза раскрываются. Что-то здесь шепчет. Он встает. Он встает. Ты его не знаешь. Никогда не видел. Непонятно, кто это. Он, знаешь, встает. Делает несколько шагов быстро. Потом понимает, что он очень резко встал. Я извиняюсь. Сон сохранит. Сон сохранит. Кто вы? Вы Ярверовна? Да. У меня послание. От кого? Он хочет что-то сказать, но не может. Он вытягивает длинную нить. Ты, когда берешь верх, чувствуешь, что зашифровка. Пока держишь, шелк дорогой. Зашифровка, и ты очень хорошо знаешь эту зашифровку. Такую шифровку используют в солнечных холмах. Шифровку используют в солнечных холмах. Хорошо, я тогда и... Я ее могу сразу прочитать? Конечно. Хорошо, я тогда пытаюсь прочитать ее, расшифровать. Окей. Этот мужчина наблюдает над тобой, значит. Видишь, как он медленно вынимает нож. А, я вижу. Он отходит на три шага обратно. Ты чего за нож взялся? Вы простите. Отец. А я дальше начинаю читать. Сын мой. Ты читаешь дальше. Времена... Тяжелые в Донгуне. Голод начался. Я знаю, что на совете я был недостаточно решительный и кинул тебя в огонь. У меня не было выбора, как... Давление сверху слишком сильно. У меня нету достаточно голосов. О, я потерял доверие. Круштер Вар пропал. Круштер Вар... Равана имеет больше голосов в совете. Равана... Но все это не важно. Ты помнишь нашу цель? Да. Сын, если ты помнишь нашу цель, тебе нужно узнать причину. Ровно через четыре луны в городе под названием Абора произойдет Верховный Совет Синдиката. Там, где соберется... рука... правая, левая. Где соберется голова и две ноги. Что? Что? И первый раз... на заседание будет сердце Синдиката. Если там я не смогу объяснить, что почему южная рука потеряла все. Я потеряю свое место. Мы потеряем свою землю. И меня убьют. Угу. Четыре луны, сын мой, у нас есть, чтобы спасти солнечные холмы. Или соль наполнит жилы наших хорезов. Четыре луны, чтоб ты нашел ответ и прибыл на Верховный Совет Синдиката в Абор. Протопит. Четыре месяца. Прости меня, сын мой. Прости меня. Прости, что я не рассказал про маски. Маски? Он все время знал. Твоя мать хотела тебе рассказать все. Но времени не было. Она пропала. И нашей семье владельцем солнечных холмов ее семье нужно было бежать в Абору. Откуда я ее привез обратно? Она бы тебе все рассказала. Но ты умный парень. Ты справишься. Все. Это конец сообщения. В конце видно, что очень быстро все заплеталось уже. И как будто что-то недосказано. На это все мужик, который сидит, смотрит. Солнце хранит вас. И Дангун пусть сияет. Берет машинку вкалывает всем в горло. Признать, Яр. Подождала рыбка и все наверно. Что там было, Яр? Нам нужно действовать быстрее. Ты чувствуешь, как начинает тлеть. Знаешь? Нужно это играть. Видимо, что это очень важно. Ты знаешь, выглядываю в соседнее помещение, нет ли там никого, знаешь? Ты выглядываешь, ты видишь, как этот же владелец разговаривает с двумя только новоприбывшим. Никто не из одной команды. Они что-то рассказывают. Они достаточно, знаешь, как-то эмоционально с ним говорят. И он не очень недоволен этому. Местное или по виду? По виду путники, знаешь? И ты видишь, как он сам хозяин оголяет в какой-то момент кинжал. И что-то с ними, знаешь, говорит. Я, знаешь, заныриваю обратно. Помогите. Я осматриваю тело этого мужчины. Если там ничего нет полезного, я его с этого обрыва хочу просто вывалить туда. Там кто-то пришел. Абора. Что? Вы знаете про Абору? Что такое Аборо? Это, кажется, город где-то на северной части осколка. Чего? Там есть, там где Марак, с другой стороны, там посередине где-то. Давай пойдем посмотрим, кто там. Кого принесло? Ну, в коридор. Ты видишь, как Аджаид стоит над двумя трупами. И тянет их за шиворот. У одной из них видно, что, знаешь, как он начинает тянуть. Ты видишь, как рука как будто отваливается, как сделано как будто из клея. Знаешь, он падает вниз. Двое. Он, он такой. Что смотрите, помогите. Это что за... Хрен его знает. Я сказал им, что... Что не узнаете? Что... Они спросили меня, знаю ли я такого-то, кого-то такого-то. Я похож на крысу твою мать. Я тут не просто так. Я убрался с этого говна и не хочу туда-обратно. Да, хотел спросить. Ладно. Наверное, мы эти тела тоже с обрыва туда... Да, да. Знаешь... Где тот? Дальше. Ну и ладно. Вы будете пить что-то? Конечно. Можно. Да. Так а эти нас искали? Да. Но вы показались веселыми. Да, это точно. Вы приставились. Когда я спрашиваю, приставьтесь, и мне говорят, зачем тебе твое имя. Я такой, ну... Блин, я хочу быть вежливым. Они такие, я не скажу, я такой вот весь там секретный. Я обычно его убиваю. Хорошая практика, да. Я ж смотрю, у тебя нет столика в тени, чтоб сесть там в капюшоне. Тебе что? Так, ладно, давайте я что-то вам наварганю. Ты с чего сам предпочитаешь-то? Освежительное что-то. Да. Тут в болотах растет некий такой... Такое растение, называется мята. Очень хорошо освежает под лучами солнца. И тут классно наблюдать, как там... Мята. Да, мята. Мята. Давайте сделаем... Приносят воду с мятой. Слушай, вот такой вопрос. А как ты выбрался? Откуда? С когорты. Убил всех. Двадцать третий. Решительно. Уважаю. А кто сказал, что нет? Я думаю, они искали тебя, да? Они меня ищут. Вот я и стою возле обрыва. Эта позиция очень тактически верная. Подобряю. Угу. Слушайте. Да. Чем могу помочь, а? Да мы хотели здесь пересидеть, поговорить, а потом отправиться. Ну, совет номер один от мудреца. Сидеть тут. Если вы ходите в город, вы ходите все вместе. На одиночке потом. Он там смотрит. Если вы смотрите вниз, там, наверное, сотни трупов. В разное разложение валяются. Некоторые повисли где-то, знаешь, не долетели. Знаешь, я начинаю просто... Я засовываю нос над чашкой и начинаю активно нюхать мяту, пытаясь перебить запах. Сколько же их там? Да, я уже перестал читать. Второе. В болото, если вы выбираетесь прямо в болото, дальше по дельте, ну, тогда, наверное, вы хотите убереть. Ты там тропы знаешь? Я знаю чутка, но я не выбираюсь очень далеко. Но могу показать тебе зачем. Ты что-то ищешь? Кого-то. Если ты ищешь твоих братьев, я не советую. Нет, не их. Здесь есть что-то странное в болотах, в этих местах. Ты стоишь на голове, черт возьми, тут все странное. Чья-то голова, кстати? Да. Да, некоторые местные говорят, что это какой-то бог, а другие говорят, что это статуя Худулинов, третьи говорят, что это Саар Худулинов, другие говорят, что это чудовище болот. Я думаю, что это хрень собачья и просто гора выглядит как голова. Парень, ты что бледноват такой? Да, просто десточка была нехорошей. Про Бору что-то слышал? Нет, что это? Ну вот и мы так же. Это... Ладно. Ладно, я сделаю пару лепешек. Вы пока усваивайтесь. Я слышал весточку, что этот придурок прибыл. Сухар-то? Мы его вообще не знаем. Козел такой, блин. Опять дополни, тут все посрут, блин. Ага. О, один день я его заколю. Что про него расскажешь? Что? Можно ему верить? Нет. Он подлый мерзавец. А почему он без команды постоянно возвращается? Вот это хороший вопрос. Кстати, сюда он прибывает с командой, а потом на обратке без команды или как это происходит? Или они тоже там? Хороший вопрос. Он отбывает всегда в Хурхон, а потом возвращается без всех обратно. Понятно. Мутный тип. Есть слухи, что возле Мефрасовых врат приходят торговцы. Из-за Мефрасовых врат? Думаешь, он продает их? И многие хоть могут сказать Сухарту это в лицо, но многие подозревают, что он всех продает там. Это работорговцы, что ли? Как они выглядят? Кто? Ты от торговцы рабо. А я откуда знаю? Я же там был. Может, как ты? Ты роботорговец? Ну, он больше похож на роботорговца. Нет, я таким не занимаюсь. Ну, я такого не видел. Ты вообще что такое? Мурхор Абракс. Отлично. А я Джейд. И что? Ну, ты спросил, кто я? Ну, я по жизни. Я тоже по жизни Мурхор. Все понятно с тобой. Короче. Да бля, они уже идут. Ладно. Он быстрый наш такой. Первый кто-то заходит. Он такой... Сухарта такой... О, мой милый друг! Он такой... О, Сухарта! СМЕХ СМЕХ Идем выпьем. Как ты давно не был здесь? Что тут произошло? Пару людей поскидывал. Они там что-то начинают говорить. Вот так местечко. Что за весточка, Яр? Слушайте, мой отец... ...попал в передрягу. Мы должны чем быстрее добраться до... ...виврасовых врат. Синдикат. Пройти и узнать все... ...как мы и планировали. Если мы это не сделаем... ...то... ...воборе на совете... ...они, понимаете, они отнимут... ...они отнимут холмы и уничтожат. Синдикат, что ли? Синдикат. Можно попытаться глянуть, не греет ли кто-то уши... ...и не сможет... То есть, изолированный... ...ну киди на внимательность... Да... ...послушай, Яр, ты говоришь... Сколько? У меня один... ...ну, у меня, блин, плащ с глазами, ну ладно. Ты в него всегда ходишь? Да. Ну, у меня... ...это... ...один плюс пять... Ты видишь, если за спиной... ...тепо кто-то есть, но ты сидишь спиной... ...подозреваю, к стене... ...так что... ...ну, я думаю, что вы достаточно... ...отдельно от этого сидите, и тут никого не было пока что. Это достаточно открытое место... ...по простой причине... ...чтоб никто не грел... ...уши и глаза... ...чтоб видно было где, кто стоит, не хочет... ...ну, Яр, изначально ведь мы шли в Акджин... ...по просьбе твоего отца, насколько я помню. Да, но Куштервор тогда... ...переубедил нас... ...и он оказался прав. Но разве он не действовал против интересов твоего отца? Действовал, но... ...отец признал в этом сообщении... ...что это было... ...неверное решение. И что мы должны за четыре луны... ...перейти через врата... ...понять, что там происходит, а затем вернуться... ...и попасть в опору? Звучит невероятно. Я говорила, как корабли плавают... ...на ту сторону... ...по небу, да, летают... ...паплакам плавают... ...но где это, я даже не представляю... ...обора, может быть, есть другой путь... ...из Эрна корабли летают на Эрн... ...а нам только до Эрна луну идти. Ну да. Я брал больше не ногой. Да. Но, может быть... ...можно найти какой-то другой способ? Ладно, мы еще к вратам не добрались... ...потом будем думать. Да, плюс... ...я просто... ...не то, чтобы я сильно верю в удачу... ...но мы на дне-то должны были утонуть. ...на нас огромный Левиафан в пасти вынес. То, что я на Левиафанов надеяться не буду. Равана, да? Равана, она... ...видимо, она начала узурпировать власть в синдикате. И... ...она обрела очень большую поддержку. Хорошо, что мы сбросили ее с хвоста, но... ...вы видели тех двоих, которых... ...акро выбросил? Они были похожи на их, пустые. Не уверена, да, что мы сбросили их с хвостом. Представьте себе, что если она полностью отнимет всю власть... ...да нас достанут хоть где. Да, похоже, эта яма с дерьмом глубже, чем мы думали. Мы даже не должны принести правду на совет в Абору... ...чтобы все рассказать. А если мы их не убедим? Мы убедим, там будет... ...там будут все руки. Там даже будет сердце синдиката. У синдиката есть сердце. Я сам об этом узнал в сообщении от отца. Я думал, там только две руки. Я тоже. Я до этого времени тоже так считал, Абракс. Но... ...мы даже не знаем, что нам доказывать, Яр. Вот именно. Поэтому нам нужно двигаться к вратам. Я не хочу звучать пессимистом, но... ...там же... ...огромная, выжженная, бесконечная земля. Куда ты? Куда? Если у нас так мало времени... ...что нам искать? Где? Ну, послушай. Акро говорил, что там, по слухам, есть работорговцы. Если есть работорговцы, значит, там не настолько безлюдные места, как все говорят. Наверняка есть дороги и тропы, и даже те, кто рискует туда ходить. Нужно просто найти подход. Да. Заполняется это место. Заполняет их команда Сухарту. Медленно, знаешь, так... ...ненапряжно. Проходит день. Знаешь... ...лепешки несут. Поедите. Это ваша маленькая крепость в Даджаре. Ни в коем случае никто сюда не зайдет. Тут больше, чем сто человек, плюс вы. Никому не нужны эти проблемы. Все живут на этом вот мелком лезвии того, что оступится. Смотри. Да. Пока ты сидишь здесь, попивая чай, в какой-то момент ты начинаешь слышать как будто звук, как будто что-то бьется. Насирует. Уши так. Пытаюсь услышать. Тут. 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 Откуда-то из вне доносится? Откуда-то из глубины. Как будто из этой головы. Окей. Вы, товарищи, там, едят, обсуждают что-то. Оно все как будто стает сильнее, значит. Я, знаешь, я пытаюсь, наверное, следовать источнику этого звука. Ты замечаешь, что у Сарим, когда поправляет, видно, что в какой-то момент, как он поправляет, может, горло, видно, что у него по руке как будто черная слизь, знаешь, которую он вытирает. Как будто из вот этого шрама начинает медленно слизиться вот это вот. Угу. Я ж сижу, может быть, свесив ноги с этого обрыва, смотрю туда, в степь. Сарим. Пойду проветрюсь. Что, боги просят жрать? О чем-то. Да ни о чем. Поправляю, знаешь, повязку. У тебя все хорошо. Не знаю, нужно кое-что проверить. Сарим, нам же говорили не ходить одним. Мы можем пойти и провести до какого-то момента, а потом, если ты считаешь, что ты сам дальше, мы подождем. Если ты считаешь, что эта дорога одинока, Сарим. Я не против, если вы присоединитесь. Можем вместе прогуляться. Можем взять стаканы и пойти просто посмотреть, что здесь вокруг. По настроениям Сарима? И я? Да, конечно. Абракс. Я... Извиняюсь, конечно. Ты хочешь стакан держать, когда тебе вбьют в голову топор? Или топор, который ты будешь метать? Если ты выйдешь стаканом, ты не успеешь, как тебе отрубят голову. Ты не заметил, кто тут обитает? Они не носят стаканом в руках, он прав. Да, ну ладно. Ты идешь за звуком? Сделай мне проверку. О, хорошо. 24. Умедленно плететесь за Саримом. Сарим чутка, знаешь, перед вами. Несколько шагов. Его тянет что-то, его что-то, знаешь... Он как магнитом идет по этим улочкам, куда-то его несет. А что вы делаете, пока вы идете за ним? Мне нравится это. Я бы хотел быть внимательным и смотреть, или за нами кто-то следит. Внимательность. Опять. А я бы хотела... То есть я вижу, что Сарим, он периодически может, знаешь, останавливается, как будто бы ловит ощущения, за которым идет. Я бы хотела попытаться... Почувствовать то, что, возможно, чувствует он. Если я вообще могу это сделать. Попытаться. Как ты это хочешь сделать? Я, наверное... Знаешь, когда он... Речь разворачивается, и я хочу попытаться, это волна магии, или, может быть, это звук какой-то. То есть найти какую-то закономерность, на что он откликается. Магия мне просто. Счастье. Ты понятия не имеешь. Но не в том проблема, что ты, может, магией настолько... Это не вуаль. Это не слово. Это не плетение судьбы, не магия. Сариму что-то говорит, что-то откуда-то непонятно для тебя. Мы двое пока медленно ползем по городу. А там... Иногда... Иногда группы людей останавливаются и присматриваются. Когда вы, знаете, резко выходите из какого-то переулка, вы видите, как несколько из них оголяют нормы, и смотрят просто. Знаешь? Ведут просто глазами. Никто ничего не делает. Иногда вы проходите, и вы видите, как человек, который сидит, и арбалет у него уже, знаешь, на ноге. Просто проводит вас глазами. Значит, наверное, ускоряюсь два-три шага, знаешь. Равняюсь с Саримом. Иду некоторое время рядом. Я не знаю, что тебя тянет вперед, Сарим. Зов в крови. Зов в крови. Помнишь, о чем мы говорили? Сейчас они все поплелись за тобой. Вспоминай иногда о других, хорошо? Я отступаю назад по несколько шагов. Я когда тоже подхожу, говорю, Ай-Сарим, если что, мы сзади рассчитывали на нас, и я вдохновляю его. Спасибо. Спасибо, я знаю, что вы всегда поможете. Смотрим. Как я вам. Проходит несколько минут, пока по этим переулкам, тропам тебя приводит к маленькой пещере, выдолбанной, в части из этой скалы. Оттуда как эхо сонарное. Из нас останавливаюсь у входа. Смотрю. Остальных. Я думаю, дальше я сам. Как скажешь. Мы, если что, здесь. Если я не вернусь, значит, я остался там. А сколько эта прогулка у тебя обычно занимает время? А. Как будто я каждый день это делал. Ну, просто, чтобы мы понимали, когда... Я думаю, мы поймем. Пормозует я. Помни, что даже когда все потеряно, Калантар смотрит за тобой. Спасибо, друг. На самом деле, когда мы подходим к этой штуке, у этой мантии, я, наверное, когда я понимаю, что Сарим туда собирается направиться, на мантии, может быть, знаешь, я стараюсь смотреться в эту темноту настолько сильно, насколько я могу. И я хочу... Ну, здесь пишется, что я могу видеть невидимые существа и предметы и зрение на 120 футов в мир духов из-за Вуаль. Окей, хорошо. Я... Ты присматриваешься туда, в мир духов, если ты, знаешь, присматриваешься, тут пусто. Нету... нету духов. Тут нету духов. Совсем их нету. Вообще. Нигде. Нигде. Как в солнечных холнах, когда я все схавал. В Вуале тишина. Тут пусто. Жуткое место. Осторожней, Сарим. Не похоже, что здесь осталось хоть что-то живое. Я постараюсь не задерживаться. А? Кричи. Если что. Делай шаг. Вытянем. Ступенька. Два. Три. Темнота. И все ниже. Ниже. В какой-то момент вниз-вверх, как всегда, начинает теряться. Небольшой зал. Совсем небольшой. Три каменных педестала. Как будто там должно что-то быть. Три. Фигура. Человек. Стоит спина. Длинные волосы. Заплетенные аккуратно. Несколько золотых колец. Эхо. По комнате. Три. Знаешь. Я ей не верил, что ты доберешься сюда. Вот сам упрямая. Упрямая, черт возьми. Здравствуй. Ты выглядишь уставшим. Уставшим клинком богов. Посмотри на себя. Посмотри на свое оружие. Смотрел, знаешь, на лезвие. Там, может, какой-то небольшой... Есть там источник света какой-то? Есть, конечно. Есть какие-то, может, факела. Блик, знаешь, по кромке. Выщерблено. Какие-то пятна. Ржавчина небольшая на лезвии. Твое оружие выглядит уставшим. Оно много я повидал. Твое оружие уже не настолько опасное. Ты чувствуешь, когда ты держишь его, как будто и ты сам медленно начал ржаветь. Как будто отбросили клинок богов. Забоевателя бросили там, где-то далеко. Никому он не нужен. Ты такой, как этот клинок. Ну, тебе повезло поворачиваться. Кудое лицо. Небольшая щетина. Зеленые глаза. Ложись. Это какой-то ритуал. А прямо здесь? Ладно. Я, знаешь, опускаюсь, кладу оружие. Опускаюсь на пол каменный. Или с чего? Каменный пол. Смотрю, знаешь, с непониманием, возможно, небольшим недоверием. Угу. Окей. Разворачиваюсь. Что? Он тихо начинает... мямлить. Что-то говорит несколько слов. Ты готов? Ты чувствуешь, как рука на затылок ставится? Более готовым не буду. Значит... Повторяй. Повторяй. Сила внутри. Сила... Внутри. Следую силу внутри. Следую... Силю... Внутри. Дары богов... Обман. Дары богов... Обман. Те, кто восседали над нами... Те, кто восседали над нами... Те, кто восседали над нами... Должны пасть. Должны пасть. Ты чувствуешь, как он как будто, знаешь, тянет тебя, как он вытягивает тебя на одно колено. Их сила... Наша. Их сила... Наша. Угнетенные должны быть подняты с колен, как он тебе поднимает на второе колено. Угнетенные должны быть подняты с колен. А угнетатели должны быть сожженными. А угнетатели должны быть сожженными. Не знаешь, смакуя это слово. Он, знаешь, вытягивает тебя, как он смотрит в твои глаза. И сейчас все, что ты сказал, ты должен это доказать, сэр, им. Я готов. Знаешь, показывают вдаль с зала. Что там? Просто показывают в темноту. Я, знаешь, беру... Это тебе больше не понадобится, друг мой. Пускай. Ладно. Делаю шаг в дальний угол зала. Один шаг. Второй. Что-то как будто, знаешь, медленно начинает пульсировать. Что-то внутри как будто. Как будто голод. Как будто... Только что ел. Что-то непонятное. Ты подходишь. В темноту. Она... На нем лежит... На пьедестале меч. Большой. Из черной-черной стали. Подхожу. Провожу руками над мечом. Аккуратно. По кромке. С трепетом. Кладу руку на рукоять. Нажимаю. И второй рукой подерживаю. Залезу я приподняю. Как ты поднимаешь, ты чувствуешь, знаешь, как в тот момент, как ты поднимаешь. Вот-вот. Вот-вот поднимаешь. Слышно. Как дверь начинает раскрываться медленно перед тобой и этим педесталом. Знаешь, перехватываю второй рукой на рукоять тоже меч. Немножко, знаешь, размахиваю, проверяю баланс. Медленно начинает открываться эта комната. Она в одну секунду, как щель открывается, начинает сиять свет. Белоснежный свет, который светит прямо на тебя. Я шукой прикрываю глаза. Она начинает тебя слепить. Знаешь, начинает открываться, как будто врата в рай. Медленно открываются. Что это? Ярко. Свет начинает медленно приспосабливаться в твои глаза. Ты видишь, что клубок раскрывается, как будто внутри. Одно крыло раскрывается вверх. Второе. Лицо, которое смотрит на тебя, прекрасное. Женская форма с золотыми волосами и глазами, которые как будто смотрят куда-то вдаль, далеко. Светятся ярким белым светом, как нога одна прикована железом к стенке. Она открывает глаза и смотрит на тебя. Говорит, тянет руку к тебе. Дитя, помоги мне. Скидываю мяч к плечу. Ты еще что такое? Помоги мне. Меня сюда заточили. Помоги, пожалуйста. Знаешь, как этот свет начинает заполнять полностью эту комнату. Она смотрит на тебя, наблюдает. Этот свет, он греет. Он нагревает. И в какой-то момент он начинает заливать. Он точно отворный для тебя. Кто ты? Я дитя небес. Я пришла тебя спасти. Помоги мне. Не нужно мне вашего спасения. Нужно. Хватит с меня. Все. Она пробует тянуть. Тянуться к тебе. Я тебя спасу. Я делаю шаг вперед. Я тебя спасу. Я сам себя спасу. Она тянется к тебе. Тянется. Дитя небес. Нет. Я спасу тебя. Нет. Никакого спасения для меня. Нет спасения. Делаю еще шаг вперед. Знаешь, протягиваю мяч в ее сторону. Не делай этого. Что я ощущаю при этом? Ты чувствуешь, как будто радиация тебя заливает полностью. Как будто тебя сейчас вывернет. Это оно разъедает меня. Она все ближе и ближе. В какой-то момент, знаешь, она... Ты один из них. Вы меня сюда заключили. Как это, знаешь, образовывает огромное сияющее копье в руке. И на этом мы закончим снесение. И вернемся на следующей неделе обратно. Воу-воу-воу-воу. Уфси. 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 Вообще, ну типа, мне... Ну, это... Я хотела... Я забыла посмотреть эта башка, из чего этот камень. Потому что, прикиньте, Меридиры сделали себе базу внутри головы мертвого бога. Штабик Меридирский. Это, кстати, еще очень похоже, когда в Солнечных холмах, когда Яр тоже этот амулет ставил, там было же тоже сияющее вот эта вот штука какая-то. Это было же солнце. Солнце, да. Но там тоже она... Что-то ула. А это же зима. Ага. Это типа... Врали. Зима, да. Похоже на то. Да. Ммм. Холли фак. Вот именно, что Холли. Ну, это не зима. Нет? Это небожитель, я думаю. Небо. Небесный. Слащан какой-то. Но на самом деле очень... Ё-моё. Я когда... Когда типа... О, господи. Сейчас Сейв поужинает на следующей игре. Ну, или мной поужинает. Вы поняли, что я хочу вам сказать после этой игры? Что? Добро пожаловать в Абор! Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, только я с Дэйнишем застали это добро пожаловать в Абору. Оригинал. Я думаю, через 4 месяца мы это услышим. Но это 446 серий спустя. Ну, я думаю, не 446, но, наверное, около 40-50. Так, давайте я быстренько зачитаю дунатики и пообсудим игру без перерыва. Герми, 1000 рублей. Спасибо тебе огромное. Фласс. На новую кости Юрту 100 рублей. Спасибо тебе огромное. Мортивол, 1000 рублей. Спасибо тебе огромное. Black Dust. Силен, свободен... Силен, свободен и сердит. Тебе никто не победит. 1000 рублей. Арчи, пеплу на новый плащ. 200 рублей. Спасибо. Френдлий флаг. Смотрю 35 серию. Скоро дойду до стрима. Дэм, научи завязывать волосы. Это в смысле коса заплетать? Это будет спойлер. Если чувак зашел посмотреть на тебя сейчас, но ты тогда еще был с длинными волосами. Это спойлер. Ага, спойлер. Ну да. Ну и у тебя спойлер. А и у меня спойлер. Я уж подумал, что он хочет коса заплетать. Сам нублист. Даша, у тебя получилось. Я чел из будущего, смотрящий второй сезон. 1000 рублей. Оооо. Чел из будущего. Аргалериус. Анахур, лучший старший брательник. Братайтесь. Морхоры. 75 рублей. Морхор, шпала. Чео. Черный плащ. Только свистни кофу появится. 250 рублей. Чео, черный плащ. Кикушик. Кирпичик на кость хату, чтобы быстрее переехали. 100 рублей. Спасибо. Пол-литровый Максим. Абакс, у нас случай, если топор отрубит что-то не то. 100 рублей. Кима. И ярно убивай копу. 100 рублей. Да. Кирпичик на кость хату. По имя хорновой матери, что есть мирно, проницайте ее полностью. 500 рублей. Проницайте ее полностью. Да. Надо бы проницать. Кашарина. Ура. Догнала стрима. Спасибо вам за вдохновение. Смех и слезы. 1111 рублей. Спасибо тебе. Алина Нарова. На удачу. 500 рублей. Спасибо. Антон Блэйк777. Царю не нужны, друзья. Подумай об этом, царь-царей. 300 рублей. Царей. Царь-царей. Царь-царей. Антон Блэйк777. Нараровые яйца. Что ты творишь, Виталий? 300 рублей. Вот так вот. Вот и все. На этом наша сказочка. Конец. На следующей неделе мы ее закончим. На самом деле, блин, эта серия какая-то такая была супер насыщенная. Контрастная очень. Вначале все эти луничун с плащом. Типа, я хотела вылечить Яра, и не плудила. И пошла такая брошенная арочка, завихрюнька. И потом эти все мутные типы такие, эй, чё, нож в печени. Ну, они такие какие-то дикие. Дикие. И Сарин, ну, это меня тянет в болото, я хочу туда идти. Набирай свое болото. У-у-у-у. Ну, окей. Болотный, балотин. Болотист. 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 Дам тебе еще твой мяч. Болотин. 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 Будем завоевывать. Когда Сарин поднял мяч, мне ты напомнил Скона на сцену, когда он нашел, и потом такой, разбил. Кроун. 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 Офигенно. И мирно. Мирно, блин. Что ж я не знаю? Почему она знает копье? Что она такое? Что она такое? И что ты... Дамбунский секрет. Дамбунский секрет. Это так называется шифр, наверное, солнечных холмов. Дамбунский секрет. Я не хочу развивать мысли, я ее закончу у себя в голове. Отлично. А то там всякие. А то там эти протеиновые бомбы. Не было. Это ваши цитаты. Погнали. Так, поехали. Листаем дальше. Мы не идем в эту сцену. Я вообще не про это. Было интересно, это закончили озеро. Да. Да. Озеро закинчило. Теперь мы не пираты, а теперь мы на Диком Западе. Да. Когда ты закончишь, ты должен, типа, так показать, что у тебя... Арбалет. Арбалет. Да, тоже там. Заряженный. А у тебя глаза, что ты плащишь. У тебя глаза, что ты плащишь. Ты не убила этого тоже. Кого? Агроном. Дружбоном. Да. Кстати, офигенная сцена была. Да. Спасибо. Я... Я... Да. И... А я наполовину Драгмирец. А, ну... Оказывается. Все делятся секретами. А меня пытался удержать как личность и ярдар. А я его чуть не отравила до превращения в лорца. Тоже неплохо, что он думает, что ты личность. Так. А, даже так все? О, о, о. Это была шутка словно. Я... А, не, арбал. Она же упрала много душ. Поэтому она много личностей. У меня диссоциативное расстройство. Какую личность ты хочешь захватить из тысячи, а, дорогой мой друг? Кого ты видишь в Кирке сегодня? Тысячу... В Кирке. Лика. Тысячи... Кофе Тысячилика? Да. Трум! Они все... Кто такой был там? Ты содержишь их всех в себе. А-а-а! Кто? Кто-то был там. Зугрул. Так, Зугрул, да? Принц Тысячилики такой. Тысячилики Принца? За... За... Тысячилики Принца. За... Когда мы бутылки собирали, фляги. Какие... Так это Зугрул было? Нет. Нет. Это чувак, который, типа, должен был убить Зугрул. Нет? Что-то сделать. Или Эос это был. На этом мы и закончим. Э... Эос, да. Это... Какие Принца помогли тебе? Это Эос, который свалил в Дальние чертоги. Подписывайся, Mogел... Это был бы... Красиво. Посталь Профессор... Эос и... И... Э... 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 Продолжение следует...